Основные причины разногласия между супругами. Первый вопрос, который заявил рубленцы. Я первое, что хочу сказать, что я рад вас видеть всех. Но, может быть, не так рад, как я бы хотел быть рад. Потому что последние мои внутренние реализации, они показали, что всю свою жизнь, мы уже читали акцию «20 лет», я в основном рад тому, что люди меня слушают. И в основном рад тому, что я слушаю свет. Ну, так я в себе обнаружил это в своем сердце. Но недавно я узнал интересную вещь, что по-настоящему счастье получает тот вектор, который звали открывает для себя, что те, кто слушают, дают ему больше, во многое, чем он и может дать. И я сейчас изучаю этот вопрос. Поэтому я пытаюсь понять ваши глаза, вас лучше пытаюсь понять для того, чтобы понять ценность послушательной эклекции в моей жизни. Такое немножко большое открытое сердце. Надеюсь, что, как бы оно и вызвало вас, такого разочарования. Есть только одна причина разогласия между супругами. Это судьба. Судьба — это такая штука, которая не спрашивает наше, что делать. Она действует всегда в сфере близких отношений. Чем ближе отношения, тем больше действует судьба. Годился ребенок, если он очень дорог, значит, там будет трудность и испытание. А как иначе судьбе действовать? Мы же не будем слушать человека, который едет с нами рядом в трамвай. Он, допустим, нам сказал, «Видите себя культурнее». Мы среагируем? Ну, потому что он чужой. Мне все равно, что он сказал. Он едет в трамвай, я его сейчас увидим, но больше никогда в жизни не увижу. Я ему сказать все, что угодно. Вот я Олег Геннадьевич, который должен быть хорошим человеком по идее. Но этот человек, вот чужой, он же никому не скажет, который про него никто не узнает. Так? Чужие люди – это те люди, с которыми нет отношений. И поэтому… И воспитывать этот человек меня не может. Потому что, чтобы меня воспитывать, для этого ему нужно стать близким человеком, от которого вы не убежите. И поэтому всегда воспитывают нас через близких людей. Делай тогда, это очень просто. Смотрите, то есть, чем длинный человек, тем больше боли возникает при контакте с ним. Например, если бы моя жена сидела на лекции, и у ней засунил мобильный телефон, то я бы очень сильно расстроился. Потому что, понятно, чужой люди не понимают, что надо выключить мобильный телефон на лекции. Понятно. Но близкий человек должен понимать. Ведь она же понимает, как мне тяжело опять включиться, когда неожиданные звуки возникают. И я бы расстроился очень сильно. Но попытался бы не прослить. Потому что я же лекции считаю, я должен правильно совести жилье. Вот. Иначе кто будет слушать моего лекции? Лекции есть такое понятие, как отчаяние, то есть личный опыт. Если человек не имеет личного опыта в чём-то, он не может передать никакое знание. Всё это просто пустые слова. Нужен личный опыт, и без личного опыта невозможно ничего изменить в жизни других людей. Так, основные причины разногласия между супругами — это судьба. Судьба — это такая штука, что существует в этом мире влияние на нас. У нас в сердце, вот здесь, в области сердца, находится глубинная память и резонок, в которой находятся желания, мои желания и мои поступки, идущие из прошлой жизни. Вот здесь вот, как шарик вокруг души. Я душа, вокруг неё вот такой шарик, который через призму которого я смотрю на этот мир. И так как планеты, которые движутся вокруг нас, пространство, которое нас окружает, всё это имеет свой характер, вы знаете, что пространство имеет свой характер? Думаю об этом. Подумайте, почему в одном направлении люди живут с таким характером, другого — с другим. Допустим, едем на Запад, там у людей больше практичности, у них больше повода в отношениях, они более деликатные, более нежные в общении, но им трудно жить вместе, потому что это трудно друг к другу понять. У них трудности в близости с ближением Запада. Более практичный, более пультуальный, более щедрый, там много щедрости у людей также. Он также более обидчивый, он также более трудолюб, ну как бы более практичный, более холодный, менее близкий. Западный направлений, восточный направлений, сейчас в другом случае. Люди более открытые, более простые, менее практичные. Они быстро сближаются, быстро поддят отношениями. На Западе медленно сближаются, трудно создать отношения. У нас создать отношения на Востоке, ну так вот, труднее сохранить. Там остались близились, долго живут, у нас близились, быстро, быстро взошлись. Восточное направление. Северное направление, сейчас уже я все включу. Люди более затоплуженные, более глубокие, внутренние, более сердечные, более осторожные в отношениях, потому что более ранимые. Им трудно быть активистичными в жизни, часто им бывают депрессии. Ну а если они побеждают свою судьбу, они становятся очень глубокими, мудрыми, мудрецами становятся. Юг. Люди более жизнерадостные, внешние, больше склонны к чувственному наслаждению, знают вкус, идеи, развлечения. У них более открытый, радостный, опремистичный характер, но у них трудности есть с тем, чтобы строить честные и близкие отношения. Часто там на юге больше обмана, лицемерия и такого хитрого поединения. Видите, направления меняют на нашу жизнь. Есть разные направления, юг, север, восточный, 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 восточный. Больше менталов, больше люди очень интеллектуальные, на Западе очень сердечные, на Востоке очень сердечные, на Западе интеллектуальные, на Север. Управления имеют характер. Во всей Вселенной, но не только на Земле. Есть еще вверх-вниз. Описываются шесть основных направлений во Вселенной. Есть четыре стороны света, и еще вверх-вниз. Все, что выше Земли, это имеет больше благочестия и чистоту, все, что ниже, имеет больше греховность и грязи. Внизу находится Ад, вверху Рая, в нашей Вселенной, чтоб мы знали. В человеческом организме верхние психические центры связаны с Раем, с высшими планетами. Они имеют чистоту, это сердце, ум человека. Нижние центры психические связаны с низшими планетами, с грязью, с Абадом. Поэтому, если люди строят отношения на ум нижних центрах в основном, они обмениваются плохими, как чертами-крафт, и тут с другим. Если секс с основой жизни обмениваются плохими чертами-крафт, начинаются скандалы, и тут с другим. Если они в основном устроят возвышенные отношения, то у них отношения очищаются, и они испытывают больше счастья друг с другим отношением. Видите? Все имеет свое знание. И так, в области сердца находится судьба человека, его поступки, которые он совершал в прошлом, в этой жизни, в прошлой жизни. Точно так же, как человек, засыпая, не помнит себя, так же оставляя тело, он не помнит себя. Потом он рождается в следующей жизни, появляется вновь. Жизнь у человека идет циклами, так же, как все циклами существует в этой Вселенной. День сменяет ночь это цикл, движение атома вокруг оси это цикл, и так далее. Все в этом мире движется циклами. Так же жизнь во Вселенной имеет свой цикл. Так же жизнь человека. Жизнь в этом мире предназначена для знания, но человек рождается, хочет счастья, ему не нужно знание. И в этом как-то. Когда мы встречаемся с близким человеком, с ним знакомимся, цель жизни совместной это счастье. Мы не будем жить с тем, кто не приносит счастье. Некоторые люди мне говорят, Олег Геннадьевич, я бескорыстно полюбил эту молодую девушку. Полное бескорыстие, полная чистота в наших пожилах. Я говорю, ну, если такая уж чистота, бабушку полюбите, так же живите с ним, если у нас какой-то бескорыстный. Почему вы девушку именно молодую полюбили? Скажу, что задумывается. Он понимает, что тут полное бескорыстение. Если я полюбил молодую девушку, значит, я хочу наслаждаться ее молодым темным. но так как у нас с ней возвышенное отношение еще вначале, поэтому это кажется все очень бескорыстным. Но сама идея наслаждения всегда приносит страдания. В этом мире есть два направления жизни. Первое направление в душе внутрь означает бескорыстие. Означает, я хочу отдавать служить. Человек приближается к душе, когда он не желает счастья рядом с другими, желает служить и заботиться о нем. Самого света желания тоскеза. Человек очень трудно оторваться от своего счастья и пытаться сделать другие счастливые. Например, мне сейчас во время лекции самое сложное это пытаться оторваться от мыслей, что я очень хороший лектор, привлекательный, а вы смотрите на меня и слушаете меня. Эта мысль вызывает наслаждение. Если я буду в таком настроении находиться, лекция до свидания. Моя цель сейчас, моя личная цель увидеть вас, увидеть ваши судьбы, жизни и прочитать лекцию так, чтобы ваши судьбы и жизни поменялись. Тогда я получу истинное счастье в своей жизни в результате того, что я сначала совершаю жертву, я его получаю истинное счастье. И вы получите истинное счастье. Потому что когда человек действует в правильном ключе, то этот ключ создает взаимные отношения. Неотвоспородные, а взаимные. Часто люди говорят, ну, Олег Иначе, ну, я вот нормально же живу с человеком, но он-то от этого лучше не становится. У меня другой опыт. Если я веду себя нормально с теми, кто слушает мои лекции, они становятся лучше. Таким образом, проблема именно в этой нормальности. Часто мы не понимаем, что даже правильно вести себя с близким человеком, и в этом вся проблема. именно это очень трудно достижимая вещь, потому что желание наслаждаться всегда сильнее, но его желание не служит. И в этом желание наслаждаться и таится запуск плохой судьбы. Но смотрите, если я хочу наслаждаться, допустим, я, допустим, женщина, я хочу наслаждаться мужчиной, как это происходит? Что значит наслаждение и божество? Это значит, что у нас должно быть гармоничное отношение. Мы должны друг друга понимать очень легко, общаться очень нежно, мягко, мы должны заботиться друг от друга, мы должны жить в полном согласии и взаимопонимании. И полная уверенность, что у мужчин точно такое же понимание гармоничное отношение. женская психика очень сильно верит в то, что это и есть счастье, если он дурак, это тоже поймёт. Но как-то мне не повезло в том плане, что именно этот мужчина, он почему-то простых элементарных вещей, которые все остальные мужчины понимают, не понимают. Вот, например, моя подружка, она познакомилась с парнем, и он такой обходительный, такой нежный, такой добрый по отношению к ним. Чего не скажешь мою, но он обходительный, добрый, нежный, потому что они только познакомились. Это все обязательно пройдет со временем. То, что сначала Бог даёт подарки людям. Точно так же, как мать видит душу в ребенке, поэтому она всю жизнь видит его хорошим, чистым светом. Видеть душу означает видеть только хорошего человека, означает видеть душу. Потому что душа на своей природе очень чистая и хорошая. Вот вы все очень чистые и хорошие. Если я смогу это видеть вас, значит, я буду правильно считать это. Если буду видеть вас недостатком, значит, неправильно. Все. Так вот, проблема заключается в том, что когда человек хочет наслаждаться человеком другим, он не может видеть душу. Он видеть него только недостатки. Допустим, вы решили поразвлекаться друг в друга, у нас секс, у нас все классно, у нас недолго месяц. А что все песни вообще о недолго месяце? У нас пошло это правильно, это классно жизни пошло. Даже не классно, слово классно правильно. У нас прошла настоящая жизнь. А знаешь, сколько я ждал вообще тебя? И это просто подарки, Господь дает видение и чистоты близкого человека, и интуитивно человек, знакомый, начинает цельский правиль, мужчина ведет себя, как женщине надо, женщина ведет себя, как мужчине надо, ну, допустим, женщине надо, чтобы был нежный голос, обходительный себя ведет себя, внимательный человек, мужчина, когда знакомится, он так себя ведет, нежно, обходительный, внимательный. Ну, а ты ему 100 лет не надо, как в опус прошу, что-то не познакомиться. Это не ему природа быть внимательной, нежно, обходительной, это женская природа. Но он влюбляется в женщину, он копирует ее природу, он начинает внести себя так с ней, какая она вот, женщина, она очень мягкая, нежная, чуткая, обходительная, внимательная, но для ее природы такая. Мужчина тоже так же начинает себя внести, потому что видит ее как душа, а видит ее как душа, потому что Бог открывает такое видение в начале отношения, что потом мы скомнились к этому всю жизнь. женщина с мужчиной начинает внести себя так, как ему надо, а как ему надо. Что такое мужское счастье? А может такое счастье? Это когда женщина верит в мне, соглашается с мной, смотрит на меня восторженно, как на единственного и неповторимого, женщина. Когда она ведет себя скромно рядом со мной, деликатно, не настаивает на своем. и девушка, когда знакомится с парнем, так себя ведет. Она ведет себя скромно, соглашается. Он говорит, что я летчик, а она просто без ума от счастья. Слушай, как и девушка. Хотя об этом она раньше не думала. Только сейчас об этом узнал. Вот всю жизнь девушка. Любовь так делает, что женщина такие вещи продает на своем. женщина. Она видит в нем только хорошее, что мужчина всегда хочет, чтобы женщина видела в нем хорошее. Она послушная, преданная. Но это не женские качества. Это все мужские качества, которые она отражает, общаясь с ними. Мужчина по своей природе послушная, преданная. Склонная восторгаться чем-то, какой-то деятельностью. Увлекаться чем-то таким. И так далее. Она как илью, просто илью. Отлично. Но женщина по своей природе непослушная. Она потом не будет видеть в нем ничего хорошего. Женщина склонна замечать такие мелочи в поведении мужа, которые он даже себе сам не замечает. И помнит на всю жизнь она. А мужчина вообще он не нежный по своей природе, он другой. Ну взять двух мужиков, они встретились как раз. Ну что, Харь? Да нормально. Да нормально. Да нормально. Ну да нормально. Ах! Ну ты такая, немножко постоянная. Молодец. Все. Ну представьте, сейчас он с женщиной, с женой встретится и будет хадское сельство. Молодец. Молодец. Ну другая любовь очень совсем. Они нежные. Они разговаривают так друг с другом. И им нравится. Женщина с женщиной встречается. И человек хороший. Радый такой. Свечи, свечи, свечи. Ну представьте, мужчины встретились. Свечи, 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 свечи. С самого начала ожидания абсолютно иллюзорные. С самого начала картинка не та. За кого ты вышла замуж. И потом, когда картинка обнаруживается, когда секс оканчивается, начинается жизнь. Картинка, когда обнаруживается, он думает, странно. Другие мужчины такие нежные, заботливые. А он какой-то вообще непонятный. А он какой-то будет что-то свое гнет. Он всегда такой был. Все мужики такие, между прочим. Олег Геннадьевич, у меня ж она вообще как бы не вписывается ни в какие лица. Она постоянно чем-то недовольна. Такая эмоция постоянно. То ей, кто не нравится, это плохо. Так не скажи, так и всяк не скажи. Надо контролировать свою речь. Чистота. Постоянно какие-то ей нужны деньги, вещи. Она не может остановиться никак. То то ей нужно, то все. Вот это уже не нужно. Другое нужно. И все время что-то новое. Олег Геннадьевич, как бы вообще можно так жить. Ну вот эта женщина. Она имеет такую природу. Тебя женщина такая. С ней ничего не сделаешь. И так как люди эгоистичны по природе, все люди из земли. Поэтому моя концепция счастья, если я хочу наслаждаться человеком, я не могу понять его. Я могу понять только себя и свое отражение на нем. Если он нежно со мной разговаривает, значит он хороший мужчина. А если нет, значит плохой. Все. Это эгоизм по-женски. Если она меня слушается, ведет себя нормально. Хорошая жена. Не слушается. Плохая. Эгоизм по-мужски. И ему все равно, какой этот человек, чего ей нужно. Ему невозможно понять. Чем больше человек распространяется человеком, тем меньше у него шансов понять его как личность. Невозможно. И с другой стороны происходит то же самое. Мы живем вместе, мы целуемся, обнимаемся, воспитываем детей, зарабатываем деньги, улыбаемся друг другу. Понять друг друга не может. Почему? Потому что мы занимаемся только тем, что наслаждаемся друг другу. И все. Больше ничего не занимаемся. А для того, чтобы понять друг друга, для этого нужно совсем другие вещи делать. Для этого нужно начать жить внутренней жизнью. О которой в наше время почти ничего не говорится. Так вот, страдания возникают из-за того, что я не могу достучаться до человека, до близкого в своих потребностях наслаждаться. Все больше нет других причин страдания. И чем больше желания счастья, а по судьбе иногда у человека много требуется счастья, иногда мало в жизни. Когда мало требуется счастья, женщина не боится, как муж себя любит. И так нормально. Но когда ей нужно больше счастья, она становится больше ранимой. Более ранимой. Более, как бы ситуацию переносит в разные ситуации, тяжелее. И она, так как человеку, который наслаждается всегда склонность, есть только одна. Более, он человек. У меня, тоже, у вас. Винить во всем не себя. Если я наслуждаюсь, я виню себя не себя во всем. Если я пытаюсь служить на другую платформу в жизни выхожу, тогда я, естественно, начинаю вынить свои недостатки. Поэтому, видя, что близкий человек не приносит мне столько счастья, сколько я ожидал или ожидал, в каком-то конкретном вопросе, я начинаю страдать. И пытаться объяснить ему, что не надо в отношениях с ним. Но проблема заключается в том, что ему этого не надо. Потому что мы хотим только наслаждаться друг другом. И вроде бы мужское и женское тело и психика так устроены, что она и неестественно наслаждают друг друга. Но есть одна хитрость. Они наслаждают, когда есть чем наслаждать. У человека есть разные требования в жизни. В один период у него счастья больше, чем ему нужно для жизни. И это счастье передает супругу в виде вот этого чувства симпатии, ощущения комфорта с ним, ощущения, что это мой человек. Когда у него счастье чуть побольше, это счастье родственники съедают и чувствуют себя хорошо. Когда у него счастье стало чуть поменьше, дальше что возникает? Ощущения справедливости. Вот, допустим, смотрите, простая ситуация. Муж приходит с работы, устал. У него счастья мало. Жена хочет наслаждаться от мошенников. Ей видно, что он устал от меня? Нет. Она подходит, чего она ждет? Она подходит к нему, встречает его, обнимает его. Чего она ждет? Она ждет теплых слов, внимания. Давно не виделись, она его ждала. Милый, не очень грустно было. И я тебе звонила, целый вечер дома я была. Милый, я даже дверь открыла. Я так тебя ждала. А он приходит усталый с работы. И что дальше? Смотрите, как разворачивает ситуацию. Типичная ситуация, вызывающая разногласия. Он приходит домой. Когда он устал, ему нужна забота. Мужчина идет домой для отдыха. Не для того, чтобы служить жене. Он дома хочет отдыхать. Он поэтому женится, чтобы отдыхал. Рядом женщина все отдыхают. У женщины такая энергия, что она дает расслабление. Женщины по своей природе немножко ленивые, прославленные. Они любят покой. Они любят, когда кто-то беспокоит. И этот покой, то, чем едет мужчина. Когда мужчина рядом женщина оказывается, его расслабляет, ему хорошо он успокаивается. Поэтому женится. Нужна семья. Конечно, есть придурки, которым нужен только секс. Они даже не понимают, что у женщины есть больше счастья, когда с ней жить вместе. Они просто в постели лежат. И такие тоже бывают. И нет нам покоя. Нет покоя, потому что нет реальной женской природы. Гори, но живи. Погоня, 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 погоня горячей. Гори, гриф. Ну, рано или поздно жебет заканчивается. Хочется покоя. Жена нужна, пришел домой, хочется покоя, а там в доме все предназначено для моего покоя. Потому что когда люди совместили, женщина такие обои делает, шторки, рюлечки везде, что не успокаивает мужчину в этом покое. Женщине мне покой нужен, нужно внимание. Он приходит, чтобы покой получить, потому что он устал. И жена ему говорит, ты чем на меня не посмотрел, когда зашел? Я тебе улыбаюсь. Говорит, давай я посмотрю чуть попозже. Я сейчас чуть-чуть устала с работы пришла. Она говорит, а ты всегда так говоришь, что посмотришь попозже, а потом пойдешь смотреть свой хоккей. Ну, хотя бы сейчас вот просто один раз, и улыбнись. Мы же встретились с тобой, там улыбились. Говорит, слушай. И улыбается. Я устал. А она говорит, может, ты там уже кому-то улыбался? Он говорит, слушай, ты что вообще-то как? Ты что же у меня наряжаешь? Я улыбнул с работы, пришел в уксет. Дай мне возможность отдохнуть. Ага. А кто тебе не дает педе? Отдыхай. Ну, что ты не можешь? Ты человеческим за мной вообще говоришь? Что ты меня куда-то догонишь? Вот обними меня, поцелуй, и я отдохну сразу. А я не могу таких людей целовать, которые даже не могут нежное слово сказать после работы. Я понеслась. Знакомая история? А в чем проблема? Чему разногласия возникли? Есть только одна проблема. Просто нехватка энергии счастья. Она ждала, устала ждать. Он устал работать. Все. Дарить нечего, а желание наслаждаться друг другом есть. Вот эта разница между желанием наслаждаться и нечего давать, называется скандалом. Или причиной разногласия. Других причин не бывает в семейной жизни. Никаких причин больше нет. Есть только одна причина. Хочу счастья, а его никто дать мне не может. Все. Больше нет причин. Ты виноват в том, что хочется мне кушать. Помните Кибасу в Клювову? Игненок пытался понять, в чем он виноват, почему волк его хочет съесть. И тот волк думал, думал, что человек виноват. И понял, что в том, что не хочется кушать в лице, больше ничего не виноват. Это всегда так бывает с менеджером. Теперь сразу возникают вопросы. А может быть, мой близкий человек, он, ну, все-таки, Игнатьевич, может быть, можно идти по бескорестной колодке? Слишком уже, а? Ну что это? Вы даже не знаете моей ситуации. Вот все, что вы сейчас рассказали, это вообще цветочки. По сравнению с тем, что у меня там происходит. У меня тут у всех одно тоже. Просто у одних людей больше возможностей быть счастливым, и дольше, вот это, как вы сказали, вот мужчина сказал, бывает так, что находят и вот живут хорошо. Живут хорошо означает, дольше можно наслаждаться друг другом. Все. И это является целью жизни. Часто люди думают, ну, где же мне найти такого человека? Чтоб не пил, как у меня, ведь, как ты всегда на любви, так и все много называл. Был в беседе равнодушен, и спиртному был. А, был спиртному равнодушен, и в беседе был нескучен. Никогда это, да? Мечта. Мечта. Найдите себе хороших человек. Чего она хочет? Она хочет, никаких экзаменов она сдавать не хочет. Она хочет просто найти такого человека, чтобы ватра линия в корабле никогда не понижалась. Чтоб всегда было выше уровня моря. Понимаете, да? Это же юзик. Ну, как она будет никуда належать? Всегда она только и путала внизу, так устроила жизнь. Какие причины? Я согласен. И по напрасну не надо. Разные причины не надо. Нам искать, конечно, не надо. Нет их все равно, нет их все равно, нет их все равно. Любовь одна виновата, только лишь она виновата, только лишь она виновата, только лишь она виновата, только и оно, только и оно, только и оно. Это мягкая любви, она имеет духовную природу. Что такое любовь? Это бесколесная сила, чистая, светлая сила, которая приносит счастье, если с ней правильно обращаться. Но проблема заключается в том, что сама любовь, попавшая в незрелое сердце, эгоистичное, вызывает другую силу, которая называется вожделением. И это вожделение является причиной всех страданий. Когда человек хочет просто наслаждаться близким человеком и безумие этого желания он живет, то та же самая энергия любви, которая должна приносить счастье, она приносит страдания. По этой причине вообще проще жить тем, кто познакомились в нейтральной атмосфере. То есть есть высшие центры психические, когда они знакомятся в гармонии на них, то знакомство вызывает дружбу. Те же мужчины же им с дружку, они общаются друг с другом, пытаются духовной практикой вместе заниматься или что-то понять в жизни. Часто люди говорят, Олег Геннадьевич, ну я не могу с него замуж выйти, у нас с ним нет, ну как вам объяснить? Ну, чтобы вы поняли. Нет. Я говорю, но вот дети даже у святых людей появляются. Я не знаю, почему. Смотрите, интересно знать, что восточная мудрость говорит, что когда люди знакомятся спокойно, они сняют отношения, друг с другом общаются. И потом, когда они глубоко уже поняли друг друга и уже поверили друг к другу, и уже женились, потом уже дальше отношения все равно будут снижаться. Все равно эти отношения вызывают вожделение по-любому. Девушка все равно вызовет желание наслаждаться ее телом, а мужчина всегда вызовет желание расслабиться рядом с ним, получить наслаждение. Все равно эти желания возникнут по-любому. Не надо беспокоиться на этот счет, но когда гармония возникает на высших центрах, по крайней мере, легче вместе жить. Потому что карма не становится такой болезнью. Людям спокойнее жить друг с другом, спокойнее. Но все ищут другого. Все хотят, чтобы возникло сильное чувство. Вот это сильное чувство, оно ничего общего с высшими центами не имеет. Потому что высшие психические центры привлекают чем-то чистым, светлым и уловимым. Вот если во время лекции, вы слушая меня, у вас ко мне возникло сильное чувство, то это значит, что вы неправильно слушаете мою лекцию. Должно возникнуть светлое чувство и глубокое, но не сильно. Вот эта эмоциональная сила в чувствах означает нижний центр, не выше. Когда на нижних центрах возникает дамония, люди очень сильно испытывают чувственное счастье друг с другом. И это значит, что они привязываются, очень сильно привязываются и дальше испытывают это счастье. Это значит, что когда по судьбе у человека счастья будет ниже в отравлении, то в этот момент также возникнут сильные страдания. И будет вразийский переселян. Поняли систему? Что сами по себе мы не понимаем, что такое вообще отношение, что такое любовь. Чему надо стремиться? Но если уже семья создана, вот такой. Можно даже самые страстные отношения, в которых только ругаемся и с удовольствием сексом занимаемся, потом опять ругаемся, потом любим, полюнем, поцелуем и так далее, как песни появились, да? Если люди занимаются внутренней практикой духовной, они учатся, прощают друг другу, просить прощения, служить, заботиться. А эта духовная энергия, она не возникает между мужчиной и женщиной, как спонтанно, как если кремль и катереть, возникает искра. Такого не бывает. Для того, чтобы бесконечно возникло отношение с близким человеком, нужно думать о Боге или о святости. Когда человек, какие мысли возникают у него в голове, то его психика переворачивается в другом направлении. Обычно у человека сознание внешнее. Внешнее сознание означает искать счастье в этом мире. А внутреннее сознание означает служить этому миру. Из два только сознания. Внутреннее и внешнее. Внутреннее возникает, когда мы соприкасаемся со святостью, а внешнее сознание возникает, когда этот мир приносит нам счастье. Понимаете разницу, да? Поэтому если человек со святостью не соприкасается, у него в доме нет монтаря, нет духовной музыки, он не молится, когда пищу готовит, он не пытается думать о Боге, читать священные писания, шансов счастливой семейной жизни нет. Просто нет. Потому что что между нами возникает? Между нами возникает привязанность. Что такое привязанность? Я хочу быть счастливым рядом с тобой. Означает, ты обязан мне поставлять счастье по-любому. Есть у тебя счастье для меня или нет у тебя счастья для меня. Если у тебя нет счастья для меня, значит ты со мной несовместим. И я подумаю еще, буду дальше с тобой жить или нет. Потому что ты меня уже достал. А если есть счастье для меня, я не против. Еще чуть-чуть пожиться подойду. Называется гражданский брак. Нам тут умеет, да? С тем. Потому что роспись означает уже какая-то жертва. Означает, что мы имеем капельку любви друг другу. Не просто наслаждаться таким другом, а капельку любви. Капелька любви означает капелька духовности. Если человек очень немножко имеет понятие о том, что такое Бог, верность, чистота, совесть, тогда роспись. Если каких-то понятий нет, тогда гражданский брак. Гражданский брак означает то, как в период больше шести-семи месяцев у одного хотя бы из супругов ниже вакрой линии, такое бывает, периодически у человека счастье пропадает на какое-то время. Или счастье в отношениях пропадает на какое-то время. Я не могу получать от него счастье просто. Холод возникает к нему в сердце. Все. Прощай. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края. Прощай. Мы расстаемся навсегда, а белым небом я моряю. Прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. А чтоб понять мою печаль, густое небо пасно. Пасно, да? И потом заново, да? Думаешь, а потом идет все то же самое. Пасно у нее все будет. Ничего подобного. Отношение создает Бог. Человек не может сам привязать другого человека к себе. Это невозможно. Вот попробуйте сейчас коробиться и привязать. Вот попробуйте. Не привязывайте. А от близкого человека не уйдешь. Все это испытали. Вот хочу уйти, уже надоело. А не могу. Почему? Потому что тядя привязан. Кем привязан? В этом мире нет пустых сил каких-то. Как бы я, условные рефлексы нет. Вся сила держится кем-то. Сила должна идти откуда-то. Не бывает бесконечных источников энергии. Они идут откуда-то. И эта энергия, которая привязывает людей друг к другу, идет от Бога. И поэтому, если люди насильно разрушают эти отношения, то они вступают в противоречие с той силой, которая дает им возможность жениться дальше. В этом проблема. Поэтому люди и стараются, разумные, оставаться вместе. Потому что цель отношений и наслаждаться, сдавать экзамены. А если не выносимо? Это значит, что вы уже много сделали глупостей. Мы накопили много краплеев вместе. И теперь можете, допустим, чуть подальше друг от друга быть. Но все равно надо решать. Все равно надо их лопатить. Потому что в следующих отношениях их будет то же самое. Если человек здесь накопил отношения, почему он дальше их не будет копить? Если закапал эту комнату, почему в следующей комнате будет порядок? Я перешел в другую жизнь, там тоже закапаешься со временем. Если ты не умеешь очищать комнату, значит, будет то же самое. Нет, аликин, значит, там будет все классно. Потому что я настолько возвышенный по своей природе, что я какала только с этим дорогим. А в следующей комнате я не буду жить. Попробуй. Посмотрим. Опыт ничего не меняет. Вот у меня, допустим, воняет рот. Из-за того, что у меня стоматик, поврывали половину зубов, у меня теперь есть опыт. То есть, а кто может быть зубов меньше? Но нужно другой опыт. Мельчиться, чистить зубы. А вот этот опыт не возникает, потому что зубы готовят. Возникает правильного общения с теми, у кого зубы еще не вырвали, которые чистили зубы все время. Вот это опыт. Они могут быть с теми, с кем мы воняли вместе. Вот это опыт помогает. Простите, что я так говорю с вами. Принятые спецэффекты. Это вам хорошо. Душусь. Чтобы веселее был на лекциях. Я же понимаю, что я сам жил в Москве 8 лет. Это что за такое замысловое. Как здесь устаешь, что на лекциях. Ну... Итак, основные причины разногласия между супругами, это вот эта привязанность. Хочется счастья, понимаете? Хоть немножко счастья. Я уже жизнь сколько прожила. Скоро скорей же буду. А счастья нет. Хочется счастья, понимаете? А эта дата не понимает. Это называется привязанность. И она вызывает противоречия. Привязанность возникает из... Просто желания наслаждаться близким человеком. Чем более грубое наслаждение, тем лучше привязанность. То есть, если ты хочешь быть приятным просто с человеком, это одна привязанность. А если ты хочешь не в сексе заниматься, то их 10 раз сильнее привязанность. Соответственно, когда привязанности становится намного сильнее возможности служить человеку, когда люди вообще не могут совсем даже общаться нормально друг с другом. Они просто ругаются и все. Потому что их ожидания не оправдываются каждую секунду. Я хочу счастья откуда-то, а нет. Хочу, а нет. Хочу, а нет. Я вот сегодня в солнце летел почти 4 часа, устал на самолете. Потом электричка, потом машина. И приезжаю на гостиницу, а я уже вижу себя в теплой бане. Когда самолеты приезжают, всем советую. Вода забирает вибрации. Далете, ложитесь в теплую ванну на час, на два, потом холодная, вода теплая. И как новенький. Вот, вот, злайда забирает вибрацию в самолете, они устанавливают полностью силу. Я вижу уже себя в этой бане. Но я захожу в гостиницу, хотя номер забронило. Первая улица, пятый подъезд. Нет, к сожалению, в гостинице места. Ну, то есть, ждать надо 3 часа. Два часа, какой номер будет. А мне память была прямо сейчас, понимаете? Прямо сейчас. Называется привязанность. Я вообще такой хороший человек, аж Олег Геннадьевич. Я сижу такой, смотрю, меня появилось уже такое, чувствую. Чего такое? Чего это не было вообще? Я думаю, я приехал. Знаете, я вот сильно устал потом. Я вот когда летел, не устал. А вот за эти полчаса, где-то час ожидания, потом номер нашелся, к счастью. Неожиданно. Вдруг как-то скрипнула дверь. Вот. Нашелся номер, и баня пролежала, все классно. Но я заметил, что вот за этот час у меня все силы ушли. Знаете почему? Потому что я верил банну. Больше, чем не положено по судье. Если бы я не видел банну, я бы нормально себя чувствовал. Поверила, поверила, и больше ничего. Ничего. Потому что верить надо Бога, а не Божика. В работу надо служить за Богом и целью. Надо быть верной. Это другое. Верить Божика означает слепое чувство. Слепое чувство. А верное это означает выполнять свои обязательства. Слепое чувство в человеку испытывает безумие. Потому что все люди, они имеют эгоизм. И все они создают отношения друг к другу. Только для того, чтобы наслаждаться друг другом. И все. Но если я контактирую с чем-то святым в жизни, я начинаю работать над собой, молиться, желать счастья, дальше происходят следующие процессы. Первое, что происходит. В моем сердце возникает спокойствие. У нас все будет хорошо. Уровень счастья повысился, до нужного уровня потарит уже и на меня, и на близкого человека. Дальше молюсь. Я начинаю вспоминать, как мы с ним познакомились. Я начинаю видеть в нем хорошее. Не просто наслаждаться им, какой класс был у меня, а видеть в нем, как мы познакомились. Чистое, светлое чувство возникает в человеке. Дальше. Я начинаю по-другому с ним разговаривать, вести себя. Начинаю служить ему больше, больше прощать, больше принимать недостатки. Принимаю со всеми этого человека в мою жизнь. Почему? Потому что я за тем, что вижу снаружи, вижу что-то внутри. Я вчера, позавчера в Голосске общался с одной женщиной, 20 лет вместе с мужем прожила. Я ей говорю, наши они сейчас живут за стенку, через стенку, расходиться не могут, вместе жить тоже не могут. И практически даже смотреть друг на друга. Она наслаждалась. Я говорю, у меня у вас ведь добрый человек. Я начал смотреть на него, медитировать. Смотрю, добрый человек. Говорю, он ведь у вас добрый человек. Она говорит, добрый, но... Я говорю, ну он у вас же такой снисходительный человек. Снисходительный но! И дальше третий идет. И вот это но означает, что он мне не додал в мои желания. И означает разруха, полная разруха в отношении. И это но у каждого из нас есть. У каждого. Потому что все мы попадаем в влияние без силы. Когда мужчина с женщиной вместе становится, это желание наслаждаться или эгоизм раскручивается до безумия. Он как походить, начинает работать. И это означает, что будут страдания обязательно. Ожидания всегда, в этом случае, превышают возможность служить или любить. Потому что любовь только в служении не возникает. Есть три стадии любви в отношении. Первая стадия, когда я начинаю в интересах близкого человека жить, учиться смотреть в его глаза, почему ему в жизни нужно, учиться понять его, принять. Первая стадия это принятие. Ты начинаешь понимать, как человеком лучше и принимаешь его недостатки. Вторая стадия уважения. Чем глубже человека чувствуешь, тем ближе к душе. Близко к душе приблизился, начал так чувствовать его глубину, что начал его уважать. Как только начал его уважать, возникает такой резонанс интересный. Уховное общение вызывает интересное чувство. Вот, например, многие люди, которые слушают мои лекции, они ко мне относятся лучше в десять раз, чем я могу себе представить. Они обо мне такие вещи говорят, хотя я знаю, что я не такой человек, но они видят меня как души. Понимаете, они видят меня по-другому, так как им надо видеть. Я обозначен недостойным такого видения, но я им очень благодарен за это, когда я слышал свои такие слова, у меня единственное чувство, думал, господи, ты такой возвышенный человек, ты такие вещи возвышенные видишь. Да мне далеко до этого общества. Возникает духовное отношение. Называется уважение. Что такое уважение? Когда ты ведешь себя за близким человеком так, как он не ожидал, ты к нему относишься очень хорошо. Возьмите листок бумаги те, кто пришли вместе на лекцию, или нет, кто вместе пришли для нас. Возьмите листок бумаги, расчерките на две части, на одной половине. Вы пишете, жена пишет, что она нового хорошего узнала сегодня мужа. На другой муж пишет, что нового хорошего узнала о жене. Дальше следующее, чего вы пишете. Вы пишете, чего я доброго сделал для мужа сегодня, а он пишет, чего я доброго сделал для жены. И когда вы это будете делать, вам больше ничего не надо делать. Ваши отношения точно улучшатся, сто процентов. Потому что вы будете настраивать друг друга каждый день и себя на объединение души в близком человеке. Понимаете, о чем я говорю? Это трудно. Вот попробуйте, вы найдете тысячу причин, чтобы этот кресток не повесил. Попробуйте повесить все-таки, начните это делать и увидите, как изменятся ваши отношения. Это будет чудо. Закрепление материала. Поднимите руку, кто понял, основные причины распространения между супругами. Отвечайте, девушка, к микрофону. Третья стадия. Верность. Верю в тебя. Вот здесь вот, 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 девушка. Дорогую подругу мою, это вера подсмертенья, и я не учусь послания. Так. Причина разногласия. В чем причина? Причина в том, чтобы там человек разногласия не видит. Как я поняла, что нужно понимать бесконечного человека, и ответить на понимание на него, то есть на его желание, а на свое. Причина разногласия в том, что между вами есть враг живет. Правда называется ваше желание наслаждаться им, или испытывать их, или счастье. Вы не причина разногласия. То, что вы сказали, это лекарство, это признательность. То, что вы это сейчас думаете об этом, это очень здорово. Семенович. Как вас зовут? Как? Светлана. Светлана, спасибо. Как понять и принять характер близкого человека? Я вам сейчас расскажу стадию заболевания, которую я на корпусе. Ко мне приезжают ребята, чтобы учиться у меня вот этому тоннему видению, на основе которого, медицинного сайта, которой я занимаюсь основным. И они подбирают камни, пытаются подбирать так камни, чтобы человеку подошло. Как вы думаете, когда они, у них терминка возникает в сердце, они подбирают, они говорят, говорят, что получилось. Что получилось? Как вы думаете? Что получилось у них в этом моменте? Да, они идеально подбирают камень себе. Человеку этот камень вообще никак не подходит. Никак. Они просто идеально подбирают камень себе, ставят его на руку другого человека. Все. Это стадия заболевания, в которой мы находимся. Почему художник не может продавать картины? Потому что он идеально рисует для себя. Они больше никому не нужны. Больше никто в мире не смотрит, как увидеть эту картину какого. Для того, чтобы он стал хорошим художником, ему надо пострадать очень хорошо, помолиться, подумать о святости, о Боге и нарисовать эту картину так, чтобы его увидели все остальные. Потому что когда картина нарисована не для себя, тогда она нарисована для всех. Любовь, она всем нужна, а эгоизм, которым мы живем, никому не нужен. Почему девушку никто замуж не берет? Девушка, меня, я иначе, никто замуж не берет. А потому что вы не умеете любить других людей. Все, что вы в жизни живете, это своего личного счастья. И думайте только о нем. И больше нечего. И если бы вы смотрели хотя бы на капельку, отвлечься от себя и начать заботиться о кошечках, о собачках, о колютиках вокруг, о родителях, которые нуждаются сто процентов в вашей жизни. Потому что все женщины обладают энергией, это уникальная энергия, она нужна всем страшно, очень сильно нужна. Если бы вы хотя бы чуть-чуть отвлеклись от себя и своего желания личного счастья и начали просто по всех заботиться, вы бы не представляете, как бы изменился у вас внешний вид. Он бы стал таким, что он нужен каждому мужчине, каждому без исключения. И все бы позавидовали тому, кто возьмет вас замуж. Хоть поверьте, хоть проверьте, но он человек с ним не сможет. Вот так близко, неприятно, но он вселенный наконец. Я чувствую, у вас что-то заделось. Сейчас не скажете правду. Я вообще ничего вас не понимаю. Я мужу не благодарю. Извините, пожалуйста, я хотела бы спросить. Вот вы говорите, что в женщине много такой любви, а разве мужчине ее нет? Почти нет. Прискнулись, не знал. Эгоистичные женщины, они хотят в мужчине видеть энергию любви. И постоянно их мучают, применять за это. А? Что? Я вообще-то так сказал? Ну скажите, когда я, может, смотрю, тысячи человек за это. Представляете сейчас, если все, которые в заблуждении? Просто очень жарко, что мужчина не так любят. А мне жарко, что женщины не понимают, что мужчина не понимают. Но некоторые женщины не понимают. Они нуждающиеся в любви. Нуждаются в любви мужчине. Но у них есть одно качество. Мужчины думают, как он чуть держит еще? И с вами теперь будем разговаривать. У них, знаете, у мужчины есть одно качество, удивительное. Гораздо сильнее, чем у женщины. Тысячу раз сильнее. Знаете, какое качество? Это отражение энергии людьми. У мужчины есть удивительное качество, благодарность за любовь. Мужчина не может быть неблагодарным за любовь. У него есть вот эта сила отражения. Как она работает, это если женщина нежно с ней ведет с мужчиной, он с ней становится нежным. И ей достаточно это счастье. Но сначала деньги, потом стулья. Так устроен мир. Поэтому в этом мире существует такое правило. Называется выполнение обязанностей. Понимаете, современная культура... Спасибо. Спасибо, Наташа. Современная культура, она строится на потребностях. Мы говорим о потребностях. И даже все поводы говорят, опишите свои потребности друг к другу. Потребности в древней культуре стоят на втором месте. На первом месте обязанности. В древней культуре люди знали, что если я не буду выполнять свои обязанности в семье, никаких потребностей я удовлетворить в своей жизни не буду, потому что мои потребности удовлетворяются всегда в личной жизни только как награду. И все. Нет награды, нет удовлетворения. А награда приходит сама, когда Бог от него захочет. Поэтому, если надо, очень просто... Как понять характер близкого человека? Только из священных писаний. Понимаете, у нас настолько дико развит эгоизм, что мы, в принципе, не можем сразу понять характер близкого человека. Это невозможность. Для этого нужно очень сильно отстраняться от своих желаний по отношению к нему и очень сильно входить в служение по отношению к нему. А это очень высокий уровень развития сознания человека. Мало людей на таком уровне находят, чтобы ничего не хотеть и все время служить близкому человеку. Когда ты поймешь, кто такой его характер, поймешь... Чем больше человек служит близкому человеку, тем он понять не становится, чем человек. Но служить надо бескориско. А это очень трудно. Вот смотрите. Все люди служат друг другу. Вот женщина, разве она не служит мужу? Она постоянно готовит, стирает, убирает свои руки. Мужчина, разве не служит жене? Он постоянно работает и вносит деньги. У каждого человека, у мужчины и женщины, есть определенная сфера, где проявляется часть бескорыстия. Например, женщина может в доме заботиться обо всех, но она не может заботиться о неблагодарных людях. То есть, другими словами, женщина, когда заботится, эта забота очень дорого стоит, потому что она никогда не забывает, сколько она сделала. она готова к стельку, как бы, без проблем, чтобы заботиться. Но стоит это дорого. Мужчина тоже может работать, как бы, зарабатывать деньги и все приносить. Но все должны знать, кто принес деньги. А если не знают, тогда начинается война. Понятно, да, со стены? То есть, мы с ним можем служить. То есть, мы с ним можем служить. Проблема в том, что такое служение кому не нужно. Один мужчина мне сказал, я сам себе готовый, потому что, когда жена готовит, это дорого стоит. «Я не могу заплатить цены». Нелегче самому приготовить. Женщина тоже одна мне сказала, «Легкий дач, не легче самому зарабатывать, чем этого заставить. Своего мужика». Видите, да? Дорого стоит всё очень в этом мире. По этой причине человек может понять характер близкого человека только через знания. Если вы хотите понять характер близкого человека, просто изучайте характер женщины, характер мужчины. Причём, когда я рассказываю характер мужчины, кто записывает? Мужчины. Женщины записывают для того, чтобы служить. А обязанности, когда я рассказываю мужчины, это записывают? Мужчины. Обычно, когда обязанности мужчины рассказывают, то записывают женщины за тем, чтобы разрушить семью. Когда женщины знают все обязанности мужчины, мужчине капец. Когда я говорю об обязанности женщин, записывают мужчины. Ни одна женщина так сделала, что муж начал слушать мои лекции. Всем женщинам рассказывают. Есть один классный способ. Из-за того, чтобы муж слушал лекции. В моих лекциях в исследовательном отношении есть раздел «Обязанности женщины». Вы решите это в кусок и дайте мужу послушать. С удовольствием послушать. Всё запомнили. И будет каждый день вам рассказывать о лекциях, чего вы должны для него вернуть. Так устроена психика каждого человека. Мы все хотим знать обязанности близких, чтобы они потом без алкаризма выполняли. Так устроена психика каждого человека. Так вот знайте, что нам надо забыть про обязанности близких. Забыть. Мужчина не должен знать и помнить, что должна делать женщина. Женщина не должна знать и помнить, что должен делать мужчина. Женщина должна знать и помнить, что она сама должна делать для близкого человека. И не желать ничего взамен стараться. И вот когда она продействует, когда она вот этот запас делает, капельку вот эту капельку создаёт, которая потом превращает её в жизни счастливых семей. Каждая капелька на другую капельку, и потом наступает то, что является удивительным в жизни каждой семьи. Сначала появляется способность терпеть близкого человека, потом его уважать, а потом верность. И это всё идёт взаимно. На одну ступень и ниже. Когда у человека появляется уважение близкого человека, тот начинает тебя терпеть. А когда ты верен уже ему, он начинает тебя уважать. А потом он догоняется. Потому что в отношениях всегда один служит отношением, а другой принимает. В каждом отношении, только во всех ваших отношениях один служит человек, а другой принимает служение. Тот, кто принимает служение, он более наглый. Он больше как бы берёт на себя и больше требует. И это значит, что у него есть что дать. Один человек служит, берёт любовь. Вернее, один служит, а другой отдаёт любовь. Но со временем они должны поменяться. Тот, кто служил, он должен делать это правильно. И в результате тот, кто отдаёт любовь, начинает уважать этого человека. И начинает сам ему служить потом. А тот принимает любовь. И так меняются несколько раз в жизни родственники. Вы поднимите руку, у кого не справедливость в семье. Вы чувствуете, что вы как бы делаете всё для близкого человека, а он не понимает это. Есть такие люди? Николай так умеет. Да ни в коей сомнении нет. Вот это значит, ты служите, а он принимает. Это хорошо. Вы развиваетесь лучше. В любом случае. Вас больше разлетели люди. Он вам даёт возможность развиваться. Слышите меня? Это вам возможность развивать. Потом он будет развивать себя от начала. Когда вы разобьёлись. Никто руки не поднимает. Что у вас семей, что ли, нет? А? Боятся сегодня? Я страшный? Характер близкого человека становится понятным, только когда уже нет никакого смысла его понимать. Когда у людей уже установились правильные отношения, им не надо, нет смысла изучать характер. Они и так уже хорошо живут. Характер близкого человека становится понятным только когда ты, уже способен ему служить, ничего не желая взамен. И тогда раскрывается весь его характер. То есть душа. Характер означает чистый, светлый человек. А некоторые думают, что характер означает видеть недостатки в человеке. Да я и так знаю, а ведь иначе весь его характер. Нет, не знаешь. Ты знаешь только то, что разрушает ваше отношение и всё. Больше ты ничего не узнаешь. Любовь проявляется в чистой сфере, а не в грязной. Если ты видишь недостатки в близком человеке, значит никакой любви нет. А если привешивает чистое чувство от человека, значит ты много служишь ему, много вкладываешь. И это труд, тяжелый труд в отношениях. И так единственный путь понять и принять характер близкого человека состоит из двух стадий. Первая стадия – изучать женщине характер мужчины. Мужчине – изучать характер женщины. У меня есть одни актеры, и они показали спектакль удивительный. Все просто плакали во время спектакль. Сейчас небольшая рекламная паза, пауза, взаимовыгодная. Сейчас вы поймете почему-то. Потому что у нас есть фестиваль «Благость», такой фестиваль, который проходит в Анапе. И начнется 24-го сентября. Уже скоро. Будет эти две недели. Если вы туда съездите, вы получите самое лучшее в своей жизни, что вы получаете. Там две недели будут удивительные отношения. 600 человек с лишним приедут. А женщинам и замужним обязательно будут удалены. Потому что там можно познакомиться. Хорошими людьми. Не обязательно с мужчинами. Но, по крайней мере, с теми, которые вас потом познакомят с хорошими мужчинами. То есть, пойдет процесс в этом направлении. Потому что женщина не может познакомиться только по одной причине. По той причине, что она находится в сфере страсти. Есть благостная сфера, есть страстная, есть невежественная. Когда женщина находится в невежественной сфере, шансов вообще создать семью нет. Женщина, которая находится в страстной сфере, она чувствуется одинокой. И не может знакомиться, не может познакомиться. Потому что люди могут знакомиться только там, где есть семья. Женщина, она семейное существо под своей природой. А семья или соратники, или духовно близкие люди бывают только благостью средней. Вот этот фестиваль благости, который мы проводим, за две недели люди чувствуются как соратники. Поднимите какую-то из вас будущее. Вы согласны со мной или нет? Да. Согласен. Вот. И на этом фестивале «Благость» там был этот удивительный спектакль, в котором два актера поменялись местами. Так произошло в их жизни, что мужчина начал чувствовать характер женщины, а женщина начала чувствовать характер мужчины. И они свои ощущения передавали. Ну, примерно вот так. Мужчина, как бы, начал заправниваться себе до тела, говорит, ой, что-то как-то болезненно, чувствительно все. Все видно вокруг по-другому, очень много деталей. И так далее. Он начал описывать, как бы, вот, состояние женщины, как она чувствует мир, там, и так далее. А женщина начала чувствовать состояние мужчины. И когда они поменялись местами, до этого они жутко поссорились, решили разойтись. Они решили в их месте после этого. И этим заканчивается вот так. Просто понимание пришло, кто такая женщина, кто такой мужчина, и почему они так себя ведут. Все. Когда мы деткам видели, просто у них озарение наступило. Реально актеры сыграли очень хорошо. Итак, на сцене это можно сделать. Но не факт, что у них это получится в личной жизни. Там все по-другому. Желание наслаждаться затмевает разум. Но изучение сначала качества характера близкого человека, а потом служение близкому человеку в правильном настроении. Правильное настроение возникает, если я думаю о святости. Вот я, допустим, готовлю мужу, надо думать о Боге в это время. Когда женщина думает о Боге, то у нее этот процесс приготовления не остверняется желанием наслаждаться его отношением к моему приготовлению, к моей пище. Когда женщина думает о Боге или о святости во время приготовления, она может смело кормить мужа, и эта пища принесет счастье от Бога. Он получит от нее, от этой пищи, чувство благодарности в отношении к жене. Она получит спокойствие всех в сторону. Похвалил он или нет, не имеет значения, да, Маша? Господин Геннадьевич, скажите, я уже не понимаю, что значит мы мать от святости во время готовности? Все, микрохочек, спасибо. Практические вопросы, это специально для всех. Спасибо. Потому что Вы очень человек, который серьезно, внимательно слушает мои лекции. Потому что слушали все, а задали вопрос важный только Вы. Я не очень понимаю, что значит мы мать от святости во время готовности. У Вас есть что-то святое в жизни? Ну, если честно, я не могу себе визуализировать образ святого человека. Но есть икона святая, священное писание, святое место. Икона есть. Есть. Она святая? Да. Вы верите? Верю. Верю. Ставьте эту икону прямо там, где Вы готовите. Помнили, да? Да. Поставили икону. Святость, которую Вы чувствуете, связана с конкретно какими-то событиями. Может быть Вы ее увидели как святую. Может быть Вы о ней услышали как о святой. Может быть Вы увидели, почувствовали какое-то событие произошло в жизни, которое Вам принесло чистоту, вот эту святость. Что это произошло? Что это было? Скажите. Что конкретно было? Ну, такой ситуации конкретно не было. Я ее купила во время поездки во Владимир, в эту церковь. Вот эта ситуация. И эта святая, она, ну, святая, мое имя Антонина. И она тоже святая Антонина, да? А, поэтому она святая. А, именно. Просто мне вот тяжело именно ее поэтому, может быть, связать, как-то воспринять. А, почему тяжело? Ну, знаете, что имя – это необычная вещь. Имя указывает на суть человека. Люди никогда случайно ни детей не называют. Это значит, что она защищает вас. Святая Антонина. Она вас защищает. Вы почувствовали это в сердце и купили. Так? Вспоминаете я теперь? Ну, честно сказать, не очень. Я больше вас, походу, вспоминаю. Я сейчас… Это значит, это не святость для вас? Как найти святость? Для этого нужен опыт. Нужно искать, действовать в этом случае. Я вам предлагаю сделать следующее. Поставьте святую Антонину на столе для приготовления, где вы готовите. И, когда вы готовите, думайте таким образом. Я хочу, чтобы эта пища наполнилась твоей чистотой. Я хочу таким образом тебе служить, потому что ты святая. И цель в твоей жизни – давать радость просто и чистоту другим людям. Ты вообще не живешь для себя. И так думай о ней, готовьте. Я хочу, чтобы пища наполнилась твоей чистотой. Я хочу, чтобы таким образом я была твоей слугой. Чтобы я служила тебе, наполняя пищу твоей чистотой и кормяя своих близких. Это пища. Мы не отсказываем, надеюсь, то, что я сейчас сказал. Почему? Понимаю. Спасибо. Потому что я так делаю каждый день. И для того, чтобы мне сейчас вам помочь, мне нужно думать о вас очень хорошо. Для этого я должен убедить ваши качества. Например, я должен убедить, что вы по природе очень простой член. Простота – это качество святого человека. У нас как душа над настроена. У каждого человека душа отливается своим качеством. Вот вы простой член. Простота – это качество святого личности. Вы добрый член. Я вас убедил. Я надеюсь. Мне сложно о себе так говорить. Спасибо. Ну, что я вас чувствую, да, иконе? Да? Или нет? Так святость. Надеюсь, что чувствуете. Мне сложно о себе так говорить. Вот точно так же, когда вы начнете думать об этой иконе и готовить так пищу, как я сказал, это чудесную жизнь, чтобы доброта, чистота перешла к моим близким, тогда через несколько таких приготовлений вы увидите истинное качество святой Антонины. Вы начнете чувствовать, какая она на самом деле. И по мере дальнейших отношений это чувство будет углубляться до такой степени, что вы реально начнете ее воспринимать как личность. Не просто как икону, а как личность. И это будет не сказка и не иллюзия. Это будет та сила, которая потом, дальше вы увидите, будет всегда помогать в вашей жизни. Я сейчас расскажу как. Вот смотрите. Допустим, у вас наступил тяжелый период, вам плохо. Вы начинаете готовить, думая об этом изображении, и сердце наполняется спокойствием и радостью. Это реальная вмешательство в вашей жизни или нет? Вам перестало быть плохо совсем? Реальная вмешательство? Реальная. Но это еще не все. Придет время, когда в вашей жизни наступит отчаянный период, когда реально нужна помощь свыше. Какая-то помощь. Вместо того, чтобы писать, бежать к психологу или еще к кому-то, вы начнете думать о этой иконе. И в этот момент сначала в сердце появится спокойствие, а потом знание, что делать. Это будет реальный факт в вашей жизни. Поднимите руку, у кого уже произошел такой факт. Он смотрит, сколько людей здесь нет. Вы услышали инструкцию, как конкретно готовить, думая о святости? Да. У каждого своя инструкция. Но у кого-то священная книга. У кого-то святое место. Можно его изображения поставить. И так далее. Но это всегда личное отношение. Некоторые готовятся святостью таким образом. Они просто тарабанят, что-то шепчут и готовят. Думают, что не пища, а свящийцы. Таким образом. Если ты шепчешь молитву, ты должен точно понимать, что ты делаешь. Например. У меня в Омске на лекцию пришли молодожены. Прямо в женскую девушку в пакете пришла. Парень пришел в костюме. И они сделали свадьбу в викторианском ресторане раньше, чем обычно. Они сделали очень рано. Сделали там свадьбу с где-то 10-9 утра до 5 вечера. Знаете, зачем они сделали так? Потому что они всей свадьбой поехали на лекцию. Время этой беседы мы провели такой эксперимент. Муж... Я его заставил повторять следующее для жены. Вот так. Я тебя люблю. 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 И он повторял где-то минуту секунд 30. Вот так вот. Я потом ей спросил. Вы услышали, что он Вас любит? Она говорит. Нет. Я говорю. Ну он же много раз повторял. Она говорит, что не услышала. И я потом его попросил, а теперь вспомни вашу встречу, ее глаза, черные глаза. То есть, вспомни их глаза. И скажи один раз, я люблю тебя, я тебя люблю. Скажи просто с этой памятью. Да он сказал, но он начала плакать. Я говорю, вы почувствовали, да? Почувствовал. Понимаете, о чем я говорю? Именно так надо относиться к святости. Надо вспоминать именно то, что было. И с этим чувством молиться, или готовить, или что-то делать еще. Если человек не проявляет этой памяти, и этого чувству, все это бестолково. Это не имеет никакого значения. Это просто пустая трата времени. Если вы пришли в храм, и не почувствовали уважения к этому месту, и покланялись, то можно не кланяться. Я разом поймал свои мысли, я совершал полуночица по храму, храмов было много, я шел быстро. Так, бум! И потом встает, такой подошел к алтарю. А я кланялся или нет? Представляете, я даже забыл. Я понимал все равно, что я забыл, кланяться или нет. Я потом понял, в этом паломничестве нет никакого смысла. Пошел замово. Уже не так быстро, заходя в храм, я думал о том, какое это место святое. Когда благодарность, это чувство святости в сердце возникало, только после этого я кланяться. Никуда не откликаться. Вот так нужны такие отношения строительства. Они тогда укрепляются. Итак, смотрите. Первое правило, которое надо точно запомнить после этой лекции. Всегда, когда я нахожусь в обычном состоянии сознания, я всегда настроен эгоистично. И это значит, никого я не понимаю и понимать не хочу. Даже если я думаю, что понимаю. Когда я начинаю думать о святости и при этом что-то делаю для близкого человека, то в это время мое сознание переключается и мне легко, бесколесно действует. Я начинаю чувствовать, что я заботюсь о близком человеке. И это не вызывает досады, что столько времени не заботишься, оно дат не обращает внимания. Потому что обращать внимание будет обязательно. Благодарность сначала возникнет в сердце, а потом отдача, обратная связь. Проблема только одна. Мы очень сильно доверяем себе в отношениях. Мы должны учиться доверять тому, что дает силу. Знание таковое. Женщина очень чувствительная по природу. Она чувствует больше тысячу раз, чем мужчина. С ней надо обращаться очень заботно, бережно. И если она говорит эмоционально, это значит ей больно. Нужно стараться понять эту боль, а не бояться ее. Когда женщина говорит эмоционально, это сильно бьет в сердце мужчине. Он боится. Он не хочет это слышать. Думает, что она им хочет причинять боль. Когда у женщины плохое настроение, это значит, что она не может сделать его хорошим. У нее нет возможности. Потому что настроение у женщины меняется. Так же, как при кае течет, то она течет в одну сторону, то в другую. Так у женщины настроение течет всегда то в одну, то в другую сторону. Женщина не может его держать в одном месте. А так как от женщины зависит счастье в семье, поэтому мужчина очень сильно нервничает, когда настроение утекает не туда, куда ей не бы хотелось. Эта мужчина должен знать, в чем его обязанность. Когда у женщины хорошее настроение, то здесь нет никаких обязанностей. И так все хорошо. Потому что когда у женщины хорошее настроение, она просто дает всем счастье. И все. Потому что она издушник энергии любви. Я сейчас к мужчинам говорю, а вы молчите, слушайте. Рассказываю мужчину про женский характер. И еще одна черта женского характера – это нетерпеливость. Женщина не может ничего терпеть. И не надо заставлять ее терпеть. Если у нее есть какое-то желание, то мужчина должен очень снисходительно к этому относиться. Потому что в отличие от женщины, мужчины легко терпеть желание. Женщине желание терпеть практически невозможно. Если не возникло такое желание, она не может себя удержать. Потому что в старика печет. Женщина как берега, и в психиках как берега, а у женщины как не так. И я прошу сейчас правила. Заставил женщину терпеть. Есть книга священника, есть святое имя, написанное где-то. Имя, да, вот впереди, представляете? Да, представляете святое имя, кланяться к книге, поставить книгу. Еще вам рассказывать дальше, или вы поймете сами. Есть святое место, которому поклоняемся, его тоже можно помнить. Есть изображение святого места, фотографии. Достаточно. Есть еще суры, которые надо произносить и помнить. Вы слышите? Можно вспоминать именно про руку. Двигаемся вперед. Итак, женщина на своей природе соткана из энергии любви. Она живет в отношениях. Ей очень важны отношения. Ей важно, чтобы ее понимали. Потому что она является центральной фигурой в отношениях любви. Она дирижер любви в семье. Она дирижирует бабочек. Она нравится мужчиной. Она наслаждается тем, что она наслаждает мужчину. Ей нравится, как мужчина себя с ней ведет, а не просто человек сам. Понимаете, о чем я говорю или нет? А мужчине нравится именно сама женщина. А как она с ней себя ведет, чаще всего не нравится. Мужчине нравится женщина. А женщине нравится, как он себя ведет. Поэтому обязанность мужчины учиться правильно себя вести. А обязанность женщины учиться быть такой, чтобы нравиться мужу. Понятно, да? Но женщине сделать правильное поведение рядом с мужем очень трудно. Для этого ей надо быть очень возвышенным. Очень возвышенным. А мужчине очень трудно терпеть характер жизни. Значит, поэтому женщине должны это понимать. И тогда мы будем. Теперь про мужчину. Про женщину ничего не понятно, а мужчине вопросы. Что не понятно? Я в целом так вкратце описал. Есть много чего я не сказал, но в целом так вкратце. Да? 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 А вот вы говорите, например, знаете, что ты поругалась, что тебя с подругой поругалась. Слушай, дай ей ответ, что ты поругалась. Не дай ей, что ты поругалась. Я объяснялась. Что-то подойти, посмотреть ей в глаза, увидеть боль ее. И можно дальше ничего не говорить. Взять ее за руки. Можно сказать, я тебя понимаю. А вы крокончик говорите, где вы крокончик говорите? Вы крокончик. Истинность. Мы же для всех говорили. У нас практически очень важный вопрос сейчас в обсуждении. Мы сейчас пытаемся понять истину с вами. Для всех мужчин, кто здесь в Иисусе. Потому что понять ей очень сложно. Очень сложно. Женщины думали, что мужики уже все поняли. Ничего подобного. Ну? Все. Пожалуйста, пожалуйста. А я, конечно, давайте я помомендую. Что бывает, да, почувствовать ее, понять и прижать, например, и, да, чтобы она пылилась. То есть, может быть, вы не понимаете, как говорили, что некоторые девушки начали. Прижать надо мягко. Когда же на работе девушки начинают с ребятами в театре. Вот понимаешь, нет ответа. И они начинают дискуссию творить. И они, получается, ну, такие девушки только говорят, вот мой меня не слушает, молчит, молчавирует. И тут даже какая-то грани понятна. Где-то надо сказать, а где-то нет. Грани находится... Спасибо, очень хороший вопрос. Грани находится в следующем. Мужчина не дирижер в отношениях с женой. И даже с детьми. Он не дирижер оркестра. Поэтому вообще не надо париться. Пытаясь понять, надо сказать или нет. Жена все сделает. Когда вам надо сказать, она вам об этом скажет. А если вы будете пытаться говорить, когда не надо, она тоже вам об этом скажет. Поэтому не надо беспокоиться вообще в отношении с женой. Если она подходит к вам и говорит, я обиделась на подружку, это уже означает, что надо, как минимум, обратить на нее внимание. Но ей точно не надо объяснение, почему она обиделась. Ей нужно просто отреагировать на ее чувства. Потому что ее лучше чувствовать. Чувство обиды. Надо подойти, взять за руки. Можно вообще ничего не говорить. Посмотреть на нее внимательно. Смирением очень стать. И сказать. А если это спорный, вопрос, значит, учиться будем на ошибках жизни. Или я, или вы. Но спорить мы сейчас не будем. О, да. Потому что люди пришли слушать меня. У меня вопрос. Вы сказали, что вы? Ну, мы же с мужчинами разговариваем. Что вы мужчины, она и так уже не работает. А мы уже обсуждаем природу мужчины? Вы поп�тесь, пожалуйста. И что природа женщины, наоборот, это мы не послушаем. Но когда вы говорите, как правило себя вести, получается, что это не совпадает с нашей природой. Да. И вас готовы все счастливы, когда мы с вами и так, как наша природа разговаривает. Да. То есть наша природа еще глубже всех этих вещей. Да, но правило. Наша природа глубже того, что внешне происходит. Когда человек действует в позиции истинного эго, женщина становится стерильной, послушной и так далее. А мужчина становится таким, как женщина, нежным, добрым и так далее. Это качество святой личности. Поэтому я и говорю, что на это не надо сейчас обращать внимание, потому что если вы захотите выйти замуж за мужчину, который принимает женщину, ведет себя нежно, аккуратно и по-доброму и все прочее, это значит, что он уже святой. Или почти святой. Или уже почти стыд. То есть, понимаете, это очень трудно достижимо для мужчин. Вот сейчас тот мужчина, который поднял своего рыбы, это обычный мужчина. Он говорит, что рыба двойная, ты обнял женщину? Вот это нормально. Это то, как мужчина чувствует себя в жизни. Только он такой. И женщина, это обстоятельно, какого принимает. Понимаете, вот в чем проблема. Женщины ведь не хотят такого мужчину принимать. Означает, что не хотят служить. Потому что служение принимает человека таким, какой он есть, а не таким, какой он хочется. Понимаете? Сейчас вы придете домой и скажете, я теперь знаю, как мужчина должен себя вести женщина. А я вообще-то это говорю для мужчин. Будет таким образом против отношения. Женщина не должна знать, как мужчина должен с ней себя вести. Она должна знать, как ей самой себя вести с ней. Итак, для женщины информация о мужчинах. Первое, что вы должны знать. Да? 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 Вы говорите, что женщина река, машина река. Да. И не вам скажет, что велика нет творений. Как правильно, ну, вот эти эмоции, чтобы больных не было? Как сделать так, чтобы больных не было? Да. Никак не сделаешь, будет больно. Микрофончик, дайте у нас важный разговор сейчас с мужчиной. А я вот... Ну, вот. А вот это вот качество мужчины уже. Я ждал пока, но так... Пошли качество мужчины уже. Смотрите, да? Что здесь? Ну, так вот. Микрофончик будет там, где он будет. А не где говорят. Я тоже по-русски. Ну, хорошо. А вы сейчас про пятие мужественности ждете, да? Я вас слышал. Олег Геннадьевич, я хотел бы спросить вас, чтобы вы раскрыли тему перепутки, может ли множество женских отношений? То есть, имея в виду, что женщина, например, в мире бежит от себя, может, вырвали. Ну, я слушаю ваши лекции по, так сказать, МП-3. Не знаю, ваше отчество. Прямо... Я старался с тем, что женщине то, что она хотела раньше, то есть, женщине изменчиво, и то, что она хотела раньше, но изменились эти цели. То есть, я, например, нашел записку, что она писала, что она хотела пять лет назад, и она сейчас говорит, что я уже этого не хочу. Ну, ну, тогда... Вот так, для каждого... Начиная текст, вы говорите, что положено женщине, что положено мужчине, а если в современном мире это немного перепутка, мужчина себя берет женского, в каком-то смысле женщина мужского, хочет и пить его... Да, вы очень правы. Так, чтобы сохранить отношения, гармонизировать, кто должен, так сказать, начинать идти на встречу друг друга... Ну, наверное, скажешь, что начинается вот с себя, да? И вот это, наверное, ресурс... Да, ресурс дает, если спокойно женщине. А-а-а, то есть... А ну, сначала стулья, потом деньги, да? Ну, вот, раскройте эту тему, пожалуйста. Хорошо. Микрофончик отдавайте. У меня сведения. Раскройте. Просто, это немножко другая тема. Вы говорили о качестве мужчины. Уже следующая тема. Но я в праце и ее раскрою. Потому что надо об этом сидеть в сторону. Вот смотрите. Если женщина не выполняет свои обязанности в жизни, и не хочет служить мужчине, а хочет выполнять то, что ей нравится, она грубее и становится, как мужик. А если мужчина не выполняет свои обязанности перед женщиной, и не учится терпеть ее характер, то он становится, как женщина. Почему? Потому что существует такой закон в мире, что чем я наслаждаюсь, каким я и становлюсь. Вот смотрите. Допустим, женщина наслаждается мужчинами. Что с ней происходит? Она становится мужественнее. И когда мы видим, допустим, бабушку и дедушку, то это в полной степени проявлено. Бабушка становится такая. А дедушка как мужик. Понятная система, да? Али Геннадьевич? Да. Поэтому, если у вас все перевернулось, ничего страшного в этом нет вообще. Вы родились мужчина, она женщина. Это значит, что вы пытаетесь вести себя по-мужски. Чем больше вы начинаете в этом направлении двигаться, тем больше будет в ней женский качество проявляться. Например, обычно вы обижаетесь. Но если вы не обиделись, а строго себя повелись женщиной, то она не может войти в сферу строгости. Она входит в сферу обиды. Потому что она делает женщину. А если этого не произошло, значит будьте строгой посильнее, покрепче. Тогда это произойдет. Ну то есть каждый занимает свою сферу, когда люди становятся сильнее. Начнете работать над собой и все начнет переворачиваться постепенно. Нужно время, просто нужно время. Подождать в тысячу. Подкратце, вообще это надо долго осуществлять. Понять это непросто. Микрофончик у вас. Да, спасибо. Давай начнем сначала. Сначала, что женщина река, мужчина берега. И когда она течет, как сделать так, чтобы берега не разломалась. Вы сказали важную вещь, по-тругому сказали. Вы сказали, Олег Геннадьевич, как сделать так, чтобы ее эмоции... Ну, давай, скажи. Может, у нас реализованное знание. Не делали больно сердце? Не делали больно сердце, да? Невозможно. Не сможете. Ага. Хорошо. Дальше он должен учиться молитве, каждый день молиться должен. Другими словами, он должен стать аскетичным. Аскетичность — это сила, способность терпеть что-то. И эта способность является главной качеством мужчины. Если мужчина способен терпеть просто спокойно, или у нас есть все, что происходит, женщина будет бесконечно счастлива рядом с таким человеком. Это сто процентов. Благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что, по поводу женщин? Да, да, да. Да, да. А у меня такой вопрос. Вы говорите, женщина должна быть бережет семьи. Как, как? Бережет семи. Ну, что-то так сказали, с обидой, с какой-то. Нет, 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 нет. Мне просто хочется понять, а как правильно вести мужчине себя, когда, например, он считает, что... Ну, не совсем так, потому что это какая-то конкретная ситуация. А женщина, например, не наступает в это. Нет, терпеть — это логично. А вот именно как это терпеть, как с этим бороться, как вы уже себе. Вот когда женщина мужчине говорит «терпеть», то терпеть — это невозможно. Пожалуйста, не превышайте своих полномочий. Да, мы говорим о том, как мужчины себя ведут, мы говорим с мужчинами, да, мы говорим с женщинами, мы говорим с женщинами. Поймите такую вещь, что если вы своими мужчинами скажете, «Тебе терпеть надо», коллеги Геннадьевич говорили на лице, то ваши отношения на этом будут хуже. А если вы еще раз ему так же скажете, они вообще могут треснуть. Каждый заботится только о своих обязанностях и не обращает внимания на выполнение, невыполнение обязанностей в исключении. Это называется любовь, а все остальное называется разрушение любви. Попытайтесь это понять. Хорошо? Пожалуйста, я всех призываю. Итак, я вам очень благодарен за ваш вопрос. Давайте лучше вас повторить. Нет, нам не мало вопросов. Как вы говорите на лекциях, что заниматься духовной жизнью... Нет, давайте мы возвращаемся назад. Нет, вне семьи вы становитесь внимания. Вопрос в том, что кто лучше и как заниматься вне семьи? Что это такое? Вне семьи? Вне семьи? Нет. А зачем это для семьи? Добрый, привет. Добрый, привет. Так есть. Муж пытается молиться, да? А супруга отвергает это, да? А, вот вы отчет. Я понял. Угу. Ну, это немножко не по теме. Если муж пытается молиться, а супруга отвергает это, это означает, что ваша карма или то, что прянется за вами в жизни, не дает вам молиться. Вот и все. Это означает, что вы не достойны молиться просто. И что надо делать? Надо повышать духовный уровень семьи. А это означает вкладывать в жену. То есть нужно заботиться о ней, вести себя по мужски и с ней правильно. И постепенно она смягчится и не будет закричать. Это стопроцентный факт. Когда близкие люди запрещают человеку заниматься духовной практикой, причина заключается только в одном. Между ними нет любви. Означает, что нет своего понимания. Надо вкладывать в нашу близкого человека, выполнять свою обязанность, чтобы он перестанет заключаться в жизни. Потому что сердце его растает. И все. И он начинает видеть, понимать человека. Начинает служить человеку, он начинает тебя понимать. Но мы не договорились с мужчиной, да это, пожалуйста, микрофончик вернись назад. Да-да, Матресик. Такой вопрос заключается в том, что если мужчина точно знает, что, например, решение женщины, оно не совсем правильно, для семьи не совсем верно. Но, естественно, идти на спорную дачу, на что-то смысла нет? Нет. Хотел бы вас спросить, как лучше поступать мужчине в этом случае? Лучше поступать. Вот так. Поступать. Понимаете, мужчина всегда остается мужчиной. Если он видит, что вот так правильно, он просит так делать и все. Ему надо спорить. Надо поступать. Как вы думаете, женщины в семье поступают или спорят? Я думаю. Ответьте на вопрос. Женщины в семье поступают или спорят? Я думаю, что, скорее всего, стараются поступать. Нет, они столько спорят. А кто в семье поступает? Мужчина. Мужчина. Если мужчина поступает в семье, то тогда женщина что делает? Перестает спорить. Как? Да, подожди. То есть, если женщина спорит, то вы можете ей объяснить смиренно. Но если она не хочет слушать, то вам надо значить поступать. Как надо. И все будет хорошо. Она выглядит. Это нормально. Естественно, для женщины принимать русские поступки. Очень естественно для женщины. А вот спорить женщина это безумно. Итак, как мужчина. внимательно слушайте женщину. Сейчас мужчинской характер уже был проявлен. Смотрите, мужчины по своей природе всегда сражаются. Они не могут жить без победы и без того, чтобы добиться своего. по этой причине мужчины они немножко не понимают, что происходит. Они очень сильно входят в свою идею и им трудно сориентироваться в пространстве. Трудно понять ситуацию. Понимаете? И не надо их за это обвинять. То есть, обвинять мужчину за то, что он не понял ситуацию это безумие. Понятно, да? Вот, допустим, мужчина начал что-то свое доказывать, что женщина должна сделать в это время. А? Соглашаться и выйти вообще в квартиру. Сказать, я согласен и пойти готовить. Ну, заняться своими делами. Вот, мужчина начал философию развалить. Что надо делать? Согласиться и пойти готовить. Надо с ним спорить, ну. Можно мужчину переспорить? Нет. Это невозможно. Потому что мужчина как паровоз. Понимаете? У него есть цель в жизни. Он движется. Парагоз привет, иди. Вот. Едет в своей цели. Понимаете? Он не может остановиться. Он этим живет. Вот если вы хотите его остановить от паровоза, его разрушите просто и все. Пускай едет вперед. Если паровоз приехал в тупик, дальше что? Он так же поедет назад. И причем очень быстро. И если вы спросите его почему ты поехал назад, он вам скажет я всегда это понимал. Что надо ехать туда, а не туда. Почему ты тогда ехал туда? Что ж убедиться? Понятно, у нее другая будет лучше. Женщина делает так, как правильно все время. А мужчина как делает? Так, как он понимает. Запомнили разницу? Если мужчина не делает так, как он понимает, значит, это не мужчина. Или не до раза ты мужчина. Любой раз ребенок всегда этого не невозможно. Что делать не надо. Обязанность женщины заключается в том, чтобы не трогать понимание мужчины. Не мучить его в этом вопросе. Но женщина обязана что делать? Корректив понимание мужчины. Это разные вещи. Вот по примеру. Мужчина решил, что надо строить дом. Немедленно. Брать деньги, большой кредит и строить дом. Немедленно. Все. Надо ему говорить, что ему надо строить деньги. Не надо. Надо сесть к ним рядом и спросить, как ты будешь его строить? Расскажи. И он начнет рассказывать. Я говорю, да, то, все. Брать деньги, большой кредит. Потом надо ему сказать. Очень хорошо, правильно, спасибо. Замечательная идея. Идотоправлять его. Поезд едет вперед, надо чуть-чуть переводить стрелки. Дальше переводим стрелки. Чуть-чуть переводить стрелки. Так. Надо ему сказать. Давай с тобой сядем и нарисуем. Вот я согласна полностью. Давай нарисую. Вот смотри. У нас с тобой у обоих зарплата вот такая, а в месяц надо отдавать вот столько. Видишь? Разные что-то. Я, конечно, понимаю, что мы обязательно отдадим, но у меня висит деньги. И он так все спокойно говорит. Хорошо, берем кредит в два раза меньше, встроим полгода. Но строим прямо сейчас и обязательно. Вот. Конечно, все правильно. Пересмотри. У нас с тобой и выплаченный долг. Помнишь, в прошлый раз? Мы когда будем отдавать этот долг? Сейчас или потом? Если потом, то Васька может вас прибить. Помнишь, он говорит? Приду и убил просто. А, вспомнил. Ага. Тогда мы точно строим дом как можно быстрее после того, как отдадим кредит. Понятно, да, система? То есть, другими словами, дом не строим, отдаем кредит. Отдаем Васе деньги. Как и отдавали. Ничего не поменялось в жизни. Но цель построить дом. И мы к ней идем, понимаете? Что произошло? Произошло то, что все идет как в прежнем течении. Жизнь еще в прежнем течении. Все нормально. Вот. Но цель у мужа есть, и это хорошо. Значит, он идет пить, курить, гулять. Все, у него есть цель. Классно. Понятно, женщина обычно боится, когда она такие, как бы мужчина, такое заявление, кто-то делает. Мы все, прыгаем в спаршютах. Вот. Не надо понять. Надо это критизировать. Цель женщины. В чем обязанность женщины заключается? В том, чтобы детали начинать разбираться и отрезлить мура чуть-чуть. То есть она может вообще стрелку повернуть в обратную сторону. Он даже не заметит. Но ему будет казаться, что хорец туда шел, туда и идет. Понятная система. Итак, мужчина по своей природе очень целеустремленный. Он увлечен к человеку. У него есть идея. Женщина не имеет права разрушать его идеи. Она должна просто детализировать, конкретизировать. Постепенно идея может поменяться напрямую противоположную. И это тоже нормально для мужчины. Потому что ему всегда надо идти вперед, ехать вперед. Даже если кто уже будет назвал, то это все равно вперед для него. Так устроено все их помещения. Следующий момент. Посмотрите. Когда женщины слушают детцию, как они слушают? Вы не можете, конечно, сами себя увидеть, как они слушают? Женщина слушает детцию вот так. Смотрите. Они ловят каждое слово, делят каждое слово записки и делают точно так же. Все. Ничего не меняют полностью. Точно так же. Все. Поэтому с этой точки зрения, когда женщины получают какое-то знание, они очень быстро в нем начинают ориентироваться и великолепно исполняются. Или как смотрят мужчины? Раз в четыре. Это их понимают. Все для одного. Знаете, что они хуже? Просто они другие. Мужчины слушают вот так. Мужчины слушают по другому. Понятно, да? В чем разница с женщинами? Видите, разница у них? Они другие совсем. Они слушают с долей сомнений. Почему? Потому что природа мужчины сомневаться, а не верить. Мужчина сомневается для того, чтобы лучше понять все. Поэтому женщина хорошо ориентируется в той сфере, в которой все понятно. А мужчина хорошо ориентируется в той сфере, в которой есть вопросы. Не все понятно. Психика совершенно разная. Поэтому обвинять мужчину в том, что он сомневается, это безумие. Например, женщина говорит, Геннадий, что такое? Почему он лекции не хочет слушать? Ему нравится лекция, я все выполняю, а он не хочет слушать. Не выполняю. Это его природа. Не значит, что он не согласен. А просто ему нужно это проверить. Мужчине нужно все проверить. И женщина должна это принять. Это очень важно. Следующее качество мужчины. Мужчина в природе отшипленный от того, чтобы глубоко понимать ситуацию. Он очень погружен в то, на что он погружен. И поэтому обязанность женщины заключается в том, чтобы его вывести из погружения. А не в том, чтобы его обвинять в том, что он не внимательен. Допустим, я рассказываю несколько стадий, как женщина должна себя вести с мужчиной, когда он смотрит в хоккей. Как сделать так, чтобы он обратил на нее внимание, иначе нежность не себя вести. Первая стадия. Съесть рядом с мужем, смотреть в хоккей. Вторая стадия. Обнять его. Третья стадия. Сказать. Мне нравится, как играет Харламов. В этот момент вы попадете в его поле зрения. Он скажет. Конечно. Кто сомневался в том, что Харламов играет? Вот так. Следующая стадия. Сказать. Обнять еще больше и сказать. А ты бы сыграл лучше, чем Харламов. И в этот момент он отольется от телевизора. Он будет удар между поясом. И посмотрит на вас. И посмотрит на вас в этот момент. И как-то он посмотрит на вас. Вам надо сказать ему. Как у тебя дела, Матеря? Система ясна? Теперь, если вы подходите, он смотрит в хоккей. И говорите ему. Как у тебя дела, Матеря? Какой будет результат? Ноль. И вы сами понимаете, что это ваши проблемы. А не проблемы мужчины. Который не может сэрпировать на ваши слова. Что он занят в хоккей. Его надо подготовить. Для таких слов. Пять женщин попытаются понять. Что если уважение женщины означает нежное и ласковое поведение рядом с ней. Единственный способ уважать женщину. Больше нет способа. Нежное, ласковое и доброе поведение рядом с ней. Внимательно. Это так надо уважать женщину. То уважение к мужчине совсем другую природу имеет. Не как женщине нежное, ласковое и внимательно. Нет. Мужчине другое нужно. Мужчине нужно, чтобы вы, хотя бы внешне. Я понимаю, что это очень трудно. Потому что женская природа непокорная. Надо хотя бы внешне сделать следующее. Надо рядом с мужем выглядеть такой, как будто бы кроме него и его понимания вещей в этом мире ничего не существует. Вот так. Я рады внешне, понимаю? Не требуется ничего внутреннего вообще. Мужчине это сто лет не надо вообще. Думаете, ну что, ваше мнение, что ли? Нет? Не нужно, чтобы вы сделали вот так. Там она не торгует. Вот если вы спросите у мужчины, нужно ли ему ваше мнение, знайте, что ему ваше мнение не нужно. Ему нужно согласие ваше с его мнением. Так, мужчины, или нет? То есть, вот, мужчины, давайте как простую. Да, вот смотрите. У жены свое мнение на что-то. Но она вам всегда делает следующее. Она смотрит на вас и говорит, да, мой хороший, я согласен с тобой. Но у нее свое мнение. Поднимите руку, кто не согласен с таким поведением жены. Есть такие мужчины? Нет таких мужчин? Есть, да, ну сейчас тут надо. Один нашелся. Вот, это нормально, да. Вот, теперь второй вариант. Смотрите, мужчины. Женщина не соглашается и настаивает на свое мнение. Поднимите руку, кому такой вариант устраивает? Никого. Теперь есть мужчины, которые верят, что женщина может соглашаться и снаружи, и снутри. Так вот, мои дорогие, это невозможно. Есть. А? Есть. Что есть? Возможно. Возможно. Так я тут, кто должен говорить, мужчина или женщина? Возможно. Возможно. Хорошо, возможно. Хорошо. Возможно. Женщины, поднимите руки, которые считают, что это возможно. Соглашаться с мужчиной и снаружи, и снутри. Микрофончик, а там, а потом? Микрофончик, и сейчас поднимите. Я ценю. Что? Я так могу. Я ценю мнение своей жизни. Где человек? Если вы цените мнение своей жизни, тогда это возможно. Чтоб женщина согласилась и снутри, и снаружи. Это факт. Но это очень трудно для мужчин ценить мнение своей женой. Это аскеза. А мы сейчас говорим для женщин, про мужчин. Понятно? Большинство мужчин даже вообще не понимают, что у женщины может быть свое мнение. У них непонимания этого даже нет. Не то, чтобы ценить мнение женщины. Мужчине очень трудно понять, что у жены может быть свое мнение. Мужчина в основном считает, что такое у меня мнение, такое у жены. Или примерно так они считают. Так устроена психика мужчины. Мужчине очень трудно почувствовать и понять, что у женщины есть свое мнение. Точно так же, как у женщины очень трудно принять мнение мужа. Почему? Потому что женщина эксплуатирует мужчину. Так как женщина эксплуатирует мужчину, поэтому у женщины всегда будет работать одна и та же система. Если у мужчины есть какое-то мнение, это значит, что у меня есть тысячу замечаний к этому мнение. Тысячу замечаний. Согласны женщины? Согласны. Конечно же, бывает и так, что женщина согласна и снародила внутри мужа. Но это святая женщина. Мы сейчас не говорим о святости, мы сейчас говорим о обычной жизни, о том, что в обычной жизни будет. мужской. Итак, женщина должна учиться внешне соглашаться с мнением мужа. И тогда она получит возможность высказывать свое мнение. Потому что когда женщина соглашается с мнением мужчины, мужчина расслабляется психически и готов выслушать мнение жены. Потому что мужчине не важно оставиться или его мнение главным. Ему важно, чтобы с ним согласились, но пытаются это понять. Женщина. Если мужчина оторвляет много и взяты, как я могу мне что-то сказать даму параметра. Ага, интересно. Ну-ка, где-то туличка. Ну, рассказывайте. Ну, рассказывайте. Вы хотите жить скоро? Конечно. А, ну, я так, между прочим, просто. Ну, рассказывайте. Мой вопрос такой. Если муж выражает мнение, которое наносит оскорбление святости и бога, например, конкретно, что монахи бесполезные люди. Ну, как он говорит, да? Что святые, это, это может встанье так говорят, что он святые, а не там они будут виноваты. А вот у него что, комплекс с ним умолиться? Ну, вообще, ну, такое, ну, подскажите, как вы видите здесь, у меня все вскипает, естественно, а мне как надо, да, ну, это хорошо. А почему у вас все вскипает? Ну, характер плохой. Нет, просто у вас нет понимания. Я его еще и так понимаю. А является ли это грехом, если я попускаю мужа говорить такие вещи? Или я сама его наложу на эти высказывания? Он уже ближе, посмотрите. Мужчина имеет природу того, кто всегда берет другую крайность. Мужской характер – это не согласие, а поиск. Мужчина ищет. Он не соглашается, а ищет. И если он вам говорит, что эти все монахи бездельники или еще что-то такое – это его поиск. А как же ухудшение кармы? Ухудшение кармы – это когда женщина не может прощать мужа. Это ухудшение кармы. Когда мужчина поиск идет не туда – это не ухудшение кармы. Потому что он идет не туда, а потом пойдет туда. Может быть, другой женщина, которая будет с ним больше соглашаться. Именно в этих ситуациях я должна не допускать вообще таких разговаривать? Чтобы не случайно представить? Да. Вы знаете, проблема заключается в том, что вы не понимаете, что такое доброта к учению. Я хочу понять. Я знаю, что я человеку с ним не знаю. Проблема заключается в том, что у вас нет к нему никакого сострадания. В общем, никакого сострадания. И при этом он себя считает религиозным человеком. Я не считаю. Если вы просто улыбнетесь в ответ своему мужу и скажете мне, «Ты сегодня жареную картошку будешь или макароны, то он Бога поймет гораздо лучше». Знаете почему? Потому что вы как раз и есть та личность, которая родилась для того, чтобы он понял Бога. А он как раз и есть та личность, которая родилась рядом с вами, чтобы вы ему объяснили, кто такой Бог. Это пересадить себя кое-что-нибудь в лесенкое. Это тоже важно знать. Надо знать, что женщины к разуму имеют сердце. Поэтому ведь женщине истину понять в тысячу раз быстрее, чем мужчине. Женщина – это сердце мужа, если она хочет выполнять свои обязанности. Сердце означает любовь. Любовь начинается с прощения. Если человек не может прощать недостатки близкого человека, то он просто его проклинает. Женщина – это влияние, мужчина – это поступок. Если мужчина говорит, что Бога нет, допустим, да, то это значит, что рядом с ним нет жены, которая бы в его сердце несла это знание. Нет женщины доброй, которая бы способна была стать его сердцем. Мужчина – это воля и разум жены, а женщина – это сердце мужа и его истина. И для того, чтобы истина пришла к мужчине, женщина должна всего-то квалификацией обладать. Она должна спокойно принимать любое его высказание, не обращая на это внимания. Просто спокойно выслушала, накормила ему коронии и рассказала, когда он уже наелся, и он еще наелся, он в доброй становиться начинает слушать. Рассказала ему, в какой-то случае жизни святых людей. Ну, между прочим. Какой-то, что подобранный. Просто что вас захланирует, и все. Пройдет немножко времени, и он будет это все изучать. Но если ваш муж – это лист, то это значит, что в вашем сердце нет капли любви, ни капли любви по отношению к нему. Атеизм мужчины выражается в отсутствии любви к Богу, а атеизм женщины выражается в отсутствии любви к мужу. Понятно, да, как действует атеизм? Потому что Бог женщине дал чувство себя, ощущение себя. Но только женщина может чувствовать Бога по своей природе, потому что сердце близко к Богу находится. Но если женщина не способна прощать мужа, его неспособность чувствовать к Богу, то она такая же атеизм, как и он. Развить его в коже. Услышали меня? Я услышала, не верно мне об этом говорить, а просто я уже начальник. Как мне делать с мягким человеком добрым? Слушать дальше, делиться. Постепенно это все придет. Это же не то, что вы плохой человек, просто вы наказаны чем-то в жизни. Наказаны, понимаете? Наказание. Наказание проходит, когда есть заслуги. Надо делать так, как нам, а просто и все. Вот сейчас мы узнали, как надо делать. Надо услышать мужа эти слова и не отращать его к нему. Вот, допустим, если бы вы любили кого-то, вы обратили бы внимание или нет на его слова? Ну вот смотрите, приведу пример. Ваш ребенок говорит вам, мама, Бога нет. А вы будут убить? Какая ваша реальность? А? А как ребенку кто тебе сказал? Почему ты так говоришь? Вот, вот. Пустили рядом с мужем. Говорите. Как ребенку точно так же. Кто тебе сказал? Почему ты так говоришь? Почему ты так говоришь? Как ребенок не выглядел? Сами. Все. Это называется ребенок. Это называется ребенок. Харьбург как нужно называться. Вы услышали и помнились, что в харьбург? Да, спасибо. Все. Я вам желаю успехи. Попытайтесь это понять. что отношения к мужчине и женщине должны разными проявлять. Иногда она как мать с ней говорила, иногда как дочь. Можно это все разнообразить, это называется любовь. Вот, например, мужчина как-то что-то говорит важное, можно как дочь себя вести смиренно. Когда умер в глупости, можно подойти к нему, подобное сказать. Кто-то бы сказал, что Бог у него. У него сразу картинка, но и встанет тут же. Потому что любовь передает знания. Можно с помощью любви передавать знания легко. Но для этого надо иметь эту любовь. А для этого надо понимать близкого человека таким, какой он есть. Вот женщине очень трудно признать тот факт, что мужчина не имеет от сердца знания. И она постоянно не лечит, это такое, какой дубина достала, это простые вещи, а. Так это не он, дубина. Это просто рядом с ним человек, который не понимает, что он родился женщиной для того, чтобы доносить для мужчины кое-что. Что женщина это и есть сердце мужа. И как она сказала, она не обвиняет в том, что она только не может понять, а не доносит. Значит, она просто не хочет быть сердцем мужа и все. Она не выполняет свои обязанности. Услышали женщину важный момент. У меня муж ничего не соображает, там, кто-то, кто-то. Вот это и хорошо. Это значит, что у вас есть объем работы. Нежным, мягким, устуччивым подходом сделать так, что соображал. У нас уже время заканчивается, к сожалению. Извиняюсь. Давайте я про мужчин немножко еще расскажу, буквально. Самая главная вещь. Первое, что нужно знать про мужчин, самое главное. То, что мужчины созданы для победы, а женщины для гармонии. Женщины ищут гармонию во все, а мужчины победы. Мужчине не нужна гармония, нужна победа. Дайте возможность побеждать мужчину. Да, мужчина приходит, сработает и говорит, у меня начальник сглупил. Не надо ему говорить, это ты сам сглупил. Хоть вы и знаете об этом. Надо ему об этом говорить. Надо говорить, надо его слушать, дать ему возможность победить. А потом можно спросить его нем сначала. А вот, слушай, Вась, скажи мне, я, может, не понимаю, а ты мог бы вот так вот сначала свернувести? Особенно, когда его накормили. Можно накормили, или так спросили. Может, я не понимаю, ты мог бы вот так вот. И дальше что произойдет? Он зачешет лепку и будет вести, как надо всем сначала. Хотя он может и не ответить на ваш вопрос. Понятная система, да? Ну, то есть, мужчине надо дать возможность побеждать. Такова обязанность женщины. Потому что иначе он с ума садил. Мужчина не может быть проигрышей, понимаете? Если женщина, допустим, наказывает ребенка своего в клубе и пытается его победить, то есть, сделает так, чтобы он сломался, она из него сделает совместно просто. Или триарху. Понятно, да? Женщина может похлопать по заднице своему сыну, но победить она его никогда не сможет. Потому что мальчик родился для того, чтобы побеждать. А особенно, если женщина пытается мужчину победить, то это вообще фактовая ситуация. И теперь, почему мужчины бьют? Почему мужчины геруются? Женщина, есть две причины, запомните. Первая причина. Когда женщина, мужчина говорит что-то раздраженное, значит, он находит из себя. У женщины психика в шесть раз сильнее. Если женщина, мужчина говорит что-то раздраженное, у женщины психика в шесть раз сильнее. И она легко может уступить. Может заплакать или отойти, или еще что-то сделать. Но это уступить, понимаете? Обязательно. Но если вы не уступили, и как бы ему в ответ, то дальше у мужчины нет возможности уйти из этой ситуации. Он превращается в петуха. А петух может только бить в лоб. И больше ничего не может. Понимаете, да? Я маленький был, мне было четыре года, зашел курять и начал гонять в улицу. И увидел, что петух встал передо мной, вот такой. Встал передо мной. Ну как бы, а я не понимал, я ребенок был, я не понимал, я тоже хуже. И я, как бы, не обращая внимания, свое тело, дальше что произошло? Он попрыгнул и глотал. И я знал, кто такой мужчина. Падает. У меня психологические сложности. Размешления. Мужчина это тот, с кем нельзя сражаться. Потому что если хочешь сражаться, он нормально. Но не женщины. Если мужчина с мужчиной сражается нормально. Не кодируются, потом поздороваются в следующий раз. У них все нормально в этом плане. Но если женщина начинает атаковать мужчину, не уступая ему, то дальше у нее только два варианта. Первый вариант – встать тряпкой, сломаться психически. Или второй вариант – стукнуть башку из своей об стену. Или стукнуть ей в лоб. Вам какой-то один вариант женщины нравится из этих трех дней. Значит, когда не пытаетесь делать то, что я сказал. Потому что это желание у вас возникает только из-за одной причины. Причина злая. Это сломать мужа. Если женщина пытается спорить с мужем, не потому что ей хочется ему доказать свое. Она просто хочет его победить, но победить жестоко. Понимаете? И сломать его просто. Когда она это делает, то тогда результат будет печальный. Она его сломает. Но сама жизнь это пожелает. Потом будет. И вторая причина, почему мужчины бьют женщину, это когда женщины очень сильно привязаны к мужчинам, к тому счастью, которое они дают. Это привязанность сильнее здравого смысла. Когда женщины, они во всем мужчине только уступают, и не хотят его воспитывать, говорят ему правду совсем так, они ведут себя униженность мужчинами до тех пор, пока он не звереет, пока не становится монстром. Или вопрос, а кто сделал из него монстры? Женщина, воспитывающая женщина. Женщина не должна уступать мужчине, мужчине, который ведет себя плохо. Ей не обязательно с ним спорить, но она должна его воспитывать с помощью молчания, с помощью игнорирования, с помощью мягких слов, а может быть и колких слов. И это нормально. Это хорошо. Женщина должна обязательно воспитывать своего мужа. Если она уступает ему во всем, даже без пределия, значит, она делает из него просто монстра, который будет дальше любить, изменять, просто станет зверем. А ее же нет. Женщине очень трудно воспитывать мужа, но она должна это делать, это не убежать. У любви есть две грани. Первая грани – это служение, вторая – это воспитание. Мужчина тоже должен воспитывать женщину. Он должен уступать ей, но когда она нагреет, он должен ей говорить спокойно, мягким голосом то, что надо сказать. Даже если она не хочет служить, надо повторять спокойно, мягким голосом. Не навязывая ей эту правду. Просто спокойно говорит. Женщина обязательно это примет, если в этих словах нет насилия, злобы и логики. Просто правильный ответ. Ты сегодня немножко несмиренная. Ты сегодня немножко несмиренная. Просто правильный ответ и все. Женщина примет. У нее сердце наружу, совесть наружу, женщина она примет. Это без насилия говорится подобным, но твердым. Мужчина по своей природе не семейный человек. Он рабочий человек или человек своего увлечения. Часто женщины хотят мужчину приучить, они хотят его сделать семейным человеком. Это невозможно. Да, это мужчине возможность быть мужчиной. Если вы вложили в него теплоту, он станет на время семейным, а потом опять станет общественным. Если мужчина стал совсем семейным, значит он стал больным просто. Болеет просто. Когда мужчина болеет, тогда он семейный. Можно его полечить, он будет дома лежать. Как только он вызвал, он стал общественным. Сейчас-то женщина пытается мужчину сделать семейный, приучить его. Это невозможно. Есть какие-то вопросы? Да? А как помочь мужу, если у него какая-то навязчивая идея или он думает, что... В общем, он считает, что я ему не верна, хотя я, кажется, делаю все, чтобы у нас разникалось хорошо. Где человек? Очень хороший вопрос. Давайте развивать логику, как помочь мужу. Вы ему не верна, да? Он считает. Нет, да, он считает... Он считает, что вы не верна. Все, замечательно. Не надо ничего с этим делать. Паравоз едет в свою сторону. Да? Едет. То есть мы приняли, да, что он едет в свою сторону. Не приняли то, что он не верна, а приняли возможность так считать его, да? Да. Вот он читает, что вы не вернете. Надо съесть, и обусть ему. И спросить его. Расскажи мне, почему конкретно ты считаешь, что я не верна? Вот что, какие признаки этого есть? Он провел целое расследование. Так, да. Что он там расследование выявил? Расследование он выявил. Он говорит, что, знаешь, я такой хороший, а вот ты обманула. Ну как, где конкретно факты расследования? Конкретные факты, еще, чтобы я с кем встречала уже до свадьбы? Такое. Все, видите, парамос туда пришел. Да. Причина заключается в том, в вашей верности, что вы ему изменяли в прошлой жизни. Угу. Понятно? Вот это ваша верность. Вы ему изменяли, когда его не знали. И вообще, когда вы жили в прошлой жизни, еще в другом деле, вы тоже ему изменяли. Да. Наверное. Если я в прошлом году... Спасибо вам большое. Это очень важно. Это тоже природа мужчины. Понятно, да, система? Мужчины считают, что женщина принадлежит ему всегда, вечно. То есть она принадлежит ему с самого рождения. И поэтому вам надо сделать следующее. Вам надо сказать своему мужу, прости меня, пожалуйста, за то, что я тебя изменяла до свадьбы. Но я честно тебе никогда не изменяла после свадьбы. Вы должны ему ответить. Парамоск продолжает идти в том же направлении. Вы должны ему сказать «Как считаешь нужным? Я всегда буду верна тебе даже после развода». И он успокоится сразу. Но знаете, что когда так мужчина говорит «Будем разводиться, вот ты меня изменила до свадьбы», это значит, что он вас очень любит и никогда не разведется с вами. Сто процентов. Если вы сами, ему не поможете. Спасибо. А такие вещи мужчина знаете, зачем говорит? Так сказать вам? Да. Только для одной цели. Проверить вашу верность. Все больше нет цели. И ничего он не хочет разводиться с вами. Это просто его идея проверить, насколько вы верны им. Все. Эта идея мужчины в вашем месте сидит бесконечно. Бесконечно. Не надо соглашаться всем. Говорит, да, я была не верна тебе в прошлую жизнь. Но сейчас верна. И даже если ты меня бросишь, я все равно буду тебя ждать. Говорите вот так. И все, успокоится. А? Мы так и делаем, но тяжело. Я понимаю, что тяжело. Ладно, мои хорошие, я думаю, что вы уже все устали, уже немного уходит. А у нас сейчас еще должна быть последняя часть нашей программы. Это пожелание сегодня. Мне вопрос нельзя взять. Если вы прямо. Сегодня у нас была такая больше практического плана лекция, но суть всех лекций одна. Если мы не включаем внутреннюю жизнь и не пытаемся связывать себя со святостью, не пытаемся прощать, просить прощения, жить в молитве, возможности жить вместе нет. Человек не сможет сохранить свою семью, просто наслаждая жизнью. Нужно учиться открывать сердце, учиться любить, учиться служить, учиться заботиться и учиться в конце концов видеть настоящее, чего мы не можем сразу заметить близким человеком. Поэтому каждое утро нужна духовная жизнь. Нужно учиться или повторять «Я желаю всем счастья», или молитвы. «Я желаю всем счастья», думая о том, что вы вспомнили. вспомнили. «Все больше ничего делать». Дальше он становится проводником энергии счастья. У него в сердце само собой происходит три процесса последовательно. Первый процесс. Его сердце наполняется достаточным количеством счастья, чтобы всем было хорошо в семье, и все страдания и тревоги и невзгоды в семье начинают стукать. Второе, что у него прикольное в сердце, это знание о том, что надо делать и как жить. И третье, в сердце приходит вера или сила. Вера или сила дальше идти этим путем, каким путем, вспоминать святость и дарить другим, и получать возможность преодолевать трудность в своем сердце. Потому что все священные писания говорят об одном, что это и есть цель человеческой жизни. Думать о Боге и служить ему. Другой цели у нас нет. У нас нет цели дом построить, детей нарожать здесь, все время нет. Но вот способность внутренней жизнью жить, почувствовать себя душой, почувствовать Бога, она личную природу имеет, она передается жизни в жизнь человеку, всегда остается с ним. И эта способность рождает все виды счастья и знаний, которые существуют в нашей жизни, все виды победы. Давайте немножко потренируемся. Вспомните в вашей вере что-то святое и вспомним, мы говорим, я желаю всем счастья, передавая это другим людям. Вот так. Такая практика. Я желаю всем. счастья, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok